Добрый вечер, уважаемые коллеги. У кого-то вечер, у кого-то ночь. В Москве 6 часов и 10 минут. Зовут меня Белостоцкий Александр Михайлович, кто забыл или кто не слышал мою предыдущую лекцию две недели назад, читанную относительно общих принципов подхода к экспертизе причин обрушения зданий и сооружений на основе численного моделирования. Прежде всего численного, а не только и Луна. Я обещал, и обещание сегодня постараюсь это сдержать, что сегодня мы разберем эти общие положения. Теория суха. На примере, причем не заемном, а в нашем собственном опыте, на примере экспертизы причин обрушения большепролетного здания. Вы сейчас увидите, что это за здание, я уже это анонсировал. Это покрытие, конструкции покрытия, частичное, ну частичное это некий эвфемизм, потому что большая часть обрушилась, конструкции покрытия спортивно-оздоровительного комплекса Трансфальпарк над аквапарком. Ну так, полно звучит это. Мы посмотрим, насколько это соответствует действительности. Итак, эта работа, которую мы проводили, как главная экспертная организация, почему и как об этом говорил, ну немножко сегодня, может быть, напомним. Проводили с середины примерно, да, по-видимому, середины 2004 года по, ну скажем так, по весну, по март 2005 года. То есть работа эта заняла 9 месяцев у нас копейками. Сильно нас умудрило, не только на эти 9 месяцев, а может быть, на все десятилетие, потому что помимо технических, научных вопросов, да, здесь очень много было морально-этических аспектов, и это, в общем-то, всегда, как вы понимаете, тяжело, да, поскольку выводами такой экспертизы являются, так сказать, ответы на вопросы, кто виноват и что делать. Ну, извечные русские вопросы, как вы понимаете, на которых до сих пор никто не знает окончательного, творительного ответа. Итак, давайте перейдем к существу дела, к объекту, к проблемам. Ну, проблема, понятно, она уброшилась. Значит, что мы пытались определить? Немножко об этом спортивно-оздоровительном комплексе. Ну, вот здесь показано его внешний вид, макет, можно сказать. Здесь показано, так сказать, некий внутренний интерьер, то есть это как раз помещение, зал с аквапарками, наиболее популярный, посещаемый. Ну, вот несколько картинок, так сказать, изнутри. Вы видите, что покрытие, это в том виде, как она была возведена, конструкция, это ребристая тонкостенная оболочка, вот видите, железобетонная, вот она, которая опирается на вот такую систему колонн, мы еще к ним вернемся, которые скреплены между собой, соединены такими мостиками, распорками, тоже металлическими, и вот тут время от времени мы можем увидеть ветровые такие диагональные связи. Опять же мы увидим, что они довольно интересно устроены, чуть позже. Ну, вот, такой все радости. Сегодня этими радостями никого не удивишь. Развлечение в аквапарке тогда, а я напомню, он был пущен в 2001 году, для России, да и для Москвы, да, это был такой как бы пионерный и по архитектуре, и по набору аттракционов, ну, такого европейского уровня. Основное оборудование здесь было европейское. Вот, оно пользовалось большим успехом у посетителей. Ну, и в архитектурном, должен сказать, в архитектурном плане это не был какой-то сарай, такой обычный ангар какой-то, да. То есть на конкурсе, уж не помню какого точно, не буду врать года, на конкурсе лучших проектов реализованных этот проект занял первое место, да. То есть, как бы, он был интересен и в этом смысле, как новое слово в архитектуре. Спортивно-развлекательные, да, то есть вот такие большепролетные сооружения. Не скучные там, не регулярные, а вот такой довольно смелой формы. Смелый, большепролетный, ажурный. Ну, вот здесь видно еще один такой интересный, выигрышный ракурс, да. Мы видим, что есть вот центральное, такое железобетонное ядро, есть колонны. Вот видите, здесь тоже второй ряд колонн. То есть внешний периметр, вот такой внутренний, да. Ну и по радиусу, по двум секторам колонны, связанные тоже между собой такими связями, распорками. Вид снаружи. Ну, вот это как бы ненесущее, такие перголы, вот так называемые перголы, которые придают там некий такой дополнительный архитектурный облик, ну и служат для, так сказать, задержания снега, да, в каком-то смысле. Ну вот мы увидели, как выглядело здание, здание Трансвальд-парка до обрушения. Разумеется, посмотрим то, как оно выглядело после. Но хочу сказать, что мы на этот объект пришли, ну, я бы сказал, случайно. Я бы сказал, да. Хотя сейчас, конечно же, и чуть позже, и чуть раньше даже, мы, конечно, видим в этой случайности, ну, как некое такое высшее проявление закономерности. Потому что потом мы занимались подобными задачами, для Басманова рынка, ряда других объектов, я об этом вам говорил. Ну и, по-видимому, мы себя неплохо показали, не буду себя хвалить, конечно, на этих исследованиях экспертных, да, потому что к нам уже обращались практически всегда, когда вот такие резонансные, сложные случаи обрушения, аварий, катастроф, с большими жертвами, моральными, материальными потерями были. Значит, как мы попали на этот объект? Ну, попали мы не в первый же день после обрушения, хотя, ну, как бы, если, так сказать, канву такую историческую попытаться протянуть, то выглядело дело так, что 14 февраля 2004 года вечером, ну, там, 19 часов с копейками, да, в период такого пика посещения, да, то есть, это было, ну, скажем, после рабочего дня, я не помню точно выходные, это день или нет был, вот, пик посещения, дети были, естественно, в аквапарке, и взрослые тоже были в аквапарке, но не только в аквапарке, конечно же, да, потому что спортивно-озвращительный комплекс имел еще целый ряд других, как бы, помещений и, так сказать, объектов для отдыха, для развлечения, об этом тоже еще немножко поговорим потом, в контексте экспертизы, я имею в виду. Вот, в 19 часов с копейками, спустя два, по-моему, с половиной года после, так сказать, начала эксплуатации, где-то так, произошло, ну, практически мгновенное, так это описывается всеми, и теми видеонаблюдениями, немногочисленными, к сожалению, которые не были специально ориентированы на это мгновенно, произошло обрушение большей части кровли, покрытия, да, ну, как это произошло, мы посмотрим, чтобы так время не терять. Значит, сразу, практически, ну, через несколько дней, во всяком случае, после этого обрушения была назначена, извините, пожалуйста, Олег, добрый вечер, я сейчас лекцию читаю, тебе перезвоню, ладно, где я, алло, ага, ага, спасибо. Вот, была назначена такая, создана, вернее, московская комиссия по расследованию причин, но она создана была, естественно, по указанию Юрия Михайловича Лышкова, тогдашнего мэра Москвы, там было много начальников всяких, ну, вот, за техническую часть экспертизы, да, техническую, вернее, частью экспертизы, руководил Владимир Ильич Травуш, вице-президент Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, ну, впоследствии мой, и сейчас, мой хороший друг и коллега, вот, и к этой экспертизе были привлечены достаточно много организаций на альтернативной основе, да, для вот расследования, в том числе, значит, один из коллективов, это МГСУ, вот, откуда мы сейчас вещаем, но не мы, сразу хочу сказать, да, не мы, вот, такой локальный коллектив под руководством профессора Алмазова Владелена Аганезовича, о нем я скажу еще тоже немножко, несколько слов, мы тоже с ним хорошо знакомы были, ну, после этого познакомились. Был коллектив от ЦНИИСК, ЦНИИСК строительной конструкции имени Кучеренко, так, ну, это одна из ведущих организаций, и НИИШП имени Гвоздева, да, вот, три таких коллектива, что их роднил, эти коллективы, то, что им было предложено, ну, и они согласились, поскольку взялись за это, да, предложено буквально в течение месяца, ну, там, максимум полутора, да, вот, разобраться с этой историей, на предмет того, что было причиной, да, как, так сказать, каковы были последствия, ну, и, может быть, сделать выводы насчет недопущения подобного впредь. Вот они отработали, буквально в течение, повторяя, полутора месяцев, были сделаны, значит, выводы, я, впоследствии, естественно, все эти отчеты читал, внимательно ознакомился с ними, но, как бы, общая особенность и дефект, ну, не зависящий, конечно, от членов вот этих экспертных коллективов, состоял в том, что, конечно, за месяц-полтора, как показало, вот, наше исследование дальнейшее, ну, и ход, так сказать, ход наших исследований, выводы, которые промежуточные мы делали, конечно, ни полутора, ни двух, ни трех даже месяцев для серьезной экспертизы, такого рода масштабных, резонансных, обрушений было недостаточно, недостаточно. Тем не менее, какие-то, значит, расчеты были выполнены, а мы говорим сейчас о математическом моделировании, да, как основы, так сказать, судебной экспертизы, но это была не судебная, да, это, повторяю, московская комиссия при правительстве, при мэрии Москвы, и были сделаны выводы, сейчас о них не буду говорить, вот, Владимир Ильич Трауш, в частности, их, в основном, формулировал, на основе, в том числе, работы, то есть экспертных исследований, которые были проведены тремя независимыми коллективами, да, повторяю, МГСУ МИСИ, с низким имени Кучеренко, и НИИЖБ, низ железобетонных конструкций, да, или там железобетона имени Глозди. Вот мы попали на этот объект, ну, в хорошем смысле, или плохом, посмотрим дальше, значит, попали на этот объект, где-то, где-то весной, да, где-то весной, 2004 года, после того, как центр судебной экспертизы, Минюста, который работал по поручению прокуратуры Москвы, ну, как бы он, центр судебной экспертизы, как вы понимаете, для этого и был в свое время создан, и существует до поныне, обращался в разные организации, разным коллективам, но так и не нашел тех, кто взял бы на себя ответственность, там, так сказать, провести полноценную, полноценную судебную, строительно-техническую экспертизу. Более того, нас нашли, повторяю, достаточно случайно, ну, как всегда, вы знаете, такое понятие, сарафанное радио, да, за время нашей такой профессиональной жизни, я о ней рассказывал на предыдущей лекции, вы, наверное, помните, те, кто слышал меня и видел наши презентации. Вот, мы, естественно, сталкивались со многими коллективами, в хорошем смысле сталкивались, то есть мы, как правило, потом дружили, так сказать, выходили на какие-то уже новые объекты, ну, и, в частности, с одним из таких коллективов, с которым мы подружились, это был коллектив, ну, скажем так, натурщиков, экспериментаторов, да, с которым мы работали на ряде объектов перед этим, ну, последней из них была Хамская ГЭС, да, недалеко от Перми, ну, в пределах даже Перми, где мы исследовали с их помощью, совместно исследовали, как бы, уровень вибрации сооружений и как бы последствия, да, то есть, они мерили, а мы, собственно, на основании этого делали расчетный прогноз, да, оценку, когда это все упадет, ну, или упадет, или вообще. Так вот, этот коллектив, ну, вернее, часть этого коллектива привлекли, как натурщиков, экспериментаторов, обследователей, да, так, постфактум, что называется, этого объекта, и вот они нас порекомендовали, да, они нас порекомендовали, просто сказали, что вот есть такие расчетчики, которые берутся за сложенные объекты, всю жизнь такого рода уникальными объектами занимались, имеют опыт и экспертизы, то мы действительно имели опыт и экспертизы, но не гражданских, ну, как вы поняли, не гражданских сооружений, это в основном были объекты атомной энергетики и гидротехники, да, вот, Камская КСБ об этом говорит, и ряд атомных станций, где происходили некие предаварийные и даже аварийные ситуации, мы вот разбирались с этим делом вместе с экспериментаторами, тоже, да, с натурщиками. Я рассказываю эту историю, как именно историю, потому что я не любитель, и вас не призываю, так сказать, быть любителями жареных фактов, но, конечно, все эти экспертизы такого рода, они имеют не только такое чисто научно-техническое, если угодно, профессиональное, но и человеческое измерение, да, то есть это так вот, с одной стороны, повторяю случай, а с другой стороны, может быть проявление, так сказать, некой закономерности. Меня пригласили, мы беседовали несколько раз со следователями, сначала с заместителем прокурора Москвы, потом с самим прокурором Москвы, вот, это был такой тогда фактурный мужчина, генерал-лейтенант, большой любитель, ну, такой, хорошей жизни, это было видно по нему, и он имел, он был такой популярный в некоторых там, аэротистических, в том числе, кругах, и вот он, собственно, очень интересовался, откуда мы взялись, вообще, что мы предлагаем-то, тем более, что его, и его сотрудников, представления о том, как эта экспертиза должна происходить, в корне не совпадали с нашими, ну, то есть они считали, что вот эта экспертиза должна была произойти примерно так, как происходила экспертиза московской комиссии, то есть только не три коллектива, а там какой-то один, ну, такой небольшой коллектив, под водительством, предположим, заслуженного профессора, то есть имелся в виду я, вот, в течение полутора, ну, хорошо, там, двух месяцев, да, должен со всем этим разобраться, написать отчеты, экспертное заключение, который ляжет в основу, ну, собственно говоря, заключения следствия и дальнейших судебных действий, да, я, может быть, не вполне юридически точно выражаюсь, ну, мне как технарю, это, наверное, простительно, значит, мы же, когда разобрались с ситуацией, а мы выезжали на объект, да, там уже частично было разобрано, не все можно было увидеть, а нам хотелось, мы выезжали и, так сказать, к проектировщикам, там тоже мало чего осталось, да, то есть, нам было заявлено, что компьютер сгорел, файлы потеряны, ну, и так далее, в общем, по полной программе, вот, мы общались, чуть позже, правда, общались с московской экспертизой, с такими приятными женщинами, которые, через которых проходила все это, вся эта история, о ней я расскажу, вот, которые, ну, условно, плакались на бжилетку, что, типа, у них огромная нагрузка, там, по несколько объектов в день, и они не в состоянии, как бы, нормально провести эту экспертизу, короче, или там неправильно, а может быть, даже катастрофически неправильно учли какие-то факторы в расчетном обосновании проекта. Это может быть сильные дефекты при изготовлении, может быть, сильное отступление от проекта при монтаже всего этого дела, ну, и, наконец, это могут быть, значит, серьезные ошибки, или, там, отступление от проектных данных, от паспортных данных при эксплуатации этих сооружений. как бы, источников вот этих неприятностей может быть много, более того, не было новости, ни для кого, что они могут действовать в каком-то комплексе, как-то, как симбиоз этих причин. Поэтому, именно поэтому мы это все прописали, что это требует исследований, да, эти исследования требуют привлечения соответствующих коллективов, и мы предложили, как оказалось, пионерный, сегодня он является обычным, но тогда был пионерный, пионерный вариант выполнения такого рода работ, то есть, при котором договор на экспертное исследование заключается не с каким-то физическим, ну, предположим, со мной лицом, да, а я там потом кого-то привлекаю и там из кармана расплачиваю с ними, но это, кроме того, как бы, противозаконно, на самом деле, да, как вы понимаете, но почему-то прокуратура с этим, как бы, на это закрывала глаза, вот, договор заключается с организацией, экспертной, в этом смысле, вот такой организации я предлагал наш научно-исследовательский центр «Стадио», вот, как бы, значок вы видите в правом углу вертится, это он, напоминаю, что ему сегодня этому центру уже более 25 лет, но тогда было, соответственно, 12 лет меньше, и работа выполняется в соответствии с техническим заданием, утвержденным, разумеется, заказчиком, заказчиком наступала генпрокуратура, таким, и финансирование, так сказать, прописывается отдельной строкой в бюджете, чего тоже раньше никогда не было в бюджете вот этой организации, ну, что мое предложение поначалу не встретило аплодисментов в прокуратуре, потребовалось несколько таких, я бы назвал так, как вот сейчас я с вами провожу, лекции или практических занятий со следователями, с зампрокурора, с самим прокурором Москвы, они сказали, что первый раз слышат профессора, значит, речь, которая им понятна, вот, ну, я не могу не похвалить, я, конечно же, значит, я их вполне убедил, и они будут абсолютно счастливы, если я в результате, ну, мой коллектив, да, наши коллективы, скажем так, которые будут проводить эту экспертизу, в результате убедят и широкую общественность озабоченную, да, ну, ну, мы тогда еще не знали, и они не знали о том, что это первый такой резонансный, но, к сожалению, не последний объект, который вот так вот страфически упадет с большими человеческими и жертвами, материальными, моральными издержками, вот, но мы сказали, значит, что на выходе будет многотомный труд, но в выводах, так сказать, в заключительной части, да, в результирующей части, все будет изложено максимально понятным, ну, как прокуратуре, а стало быть, и широкой общественности, языком, да, то есть, опять же, ответы на вопрос, в результате чего это произошло, то есть, какие версии сценария там были реализованы, механизмы разрушения, кто виноват, ну, как бы без этого нельзя, кто виноват с точки зрения технической, мы устанавливаем, мы, мы, конечно, за суд, за следствие это не можем делать, но технически мы не только можем, но и как бы подписывали, в техническом задании, что мы на этот вопрос отвечаем, то есть, те, кто непосредственно причастен к этому, ну, и сопутствующие там обстоятельства, да, там тоже, эта вина, она как бы раскладывается по-разному, да, то есть, те, кто, так сказать, сопутствовал, да, и те, кто непосредственно являлся, так сказать, виновником. Возможно, это покажется странным, это вот, когда я говорил о моральном грузе, который на нас лежал, ну, несколько такой необычный для нас, не скрою, вот, и это был довольно тяжелый груз, потому что мы на выходе должны были, как мы не виляли, да, мы должны были все-таки сказать, да, что вот на этой стадии такими-то исполнителями, той или иной, повторяю, стадии жизненного цикла этого объекта, который вот так печально завершился, вот, вот, произошло то-то и то-то, да, вот, и вот эти люди, они к этому причастны. Я ближе к выходу об этом расскажу, ближе к концу, да, но вот такая задача стояла перед нами, да, ну и, безусловно, так сказать, перед нами стояла задача, я думаю, так сказать, даже более важная, чем вот все предыдущие, на основании первого и второго, дать некое заключение на перспективу, типа, что делать, да, собственно, что делать, ну, уже, понятное дело, не с этим объектом, с ним-то особо делать уже было нечего, вот, ну, вернее, я расскажу, что с ним стало, но на самом деле в таком качестве он, конечно, уже не мог существовать, и у кого там не возникало мысли его там, предположим, восстановить в том виде, как он был, это понятно, да, но что делать со всеми теми объектами, да, которые уже были возведены, там, или были возведены существенно ранее, и имели вот подобные проблемы, ну, наши исследования должны было это показать, то есть, как бы, общество, ну, и прокуратура были озабочены тем, что, как бы, это не произошло с другими объектами, да, тем более, в таком времени некоторые из них проектировались, строились, а некоторые были возведены, ну, может быть, не таких смелых форм, как Сан-Свальд-Парк, но тем не менее. То есть, как видите, задача была очень большая, перед нами поставленный, то есть, комплекс задач, ну, мы, почему мы за это взялись? Может быть, мы и не предвидели, наверняка не предвидели всех там подробностей и сопутствующих обстоятельств, но, безусловно, проблема, так сказать, и нами, и мной виделась, безусловно, актуальная и сложная, да, то есть, мы чувствовали силы, так сказать, взяться за эту проблему, мы, конечно, не знали ответы на все эти вопросы, экспертные исследования должны были как раз вывести нас на эти ответы, и мы при этом не чувствовали, в отличие от других коллективов, которые, возможно, я не знаю, могли бы за это взяться, мы не были аффилированы, там, ни с одной из структур, которые, в то время уже были как-то, я вот рассказывал, задействованы, да, там, МГСУ, был, Московская экспертиза, СНИСК, там, они тоже участвовали, а других, как бы и не было, да, таких сильных желающих, ну, либо они были связаны с авторами этого проекта, там, со строителями, с эксплуатантами, по крайней мере, такие отговорки были, я слышал о них. Итак, мы взялись за эту работу, взялись на этих условиях, и в результате вот серии таких, ну, посиделок, назовем это так, со следователями и прокурорами, значит, мы убедили их в том, что ровно тот подход, который мы предлагали, я обо нем говорил, является, ну, просто вот единственным возможным, да, потому что, если это делать по-другому, на коленке, это как-то там быстро-быстро, ну, и результат будет вот такой, да, то есть он будет вызывать серьезные сомнения в достоверности, так сказать, в выводах, в обоснованности этих выводов. Значит, мы заключили такой договор, повторяю, это было где-то, по-моему, на границе, на границе весны и лета, и вот со всеми, так сказать, имеющимися у нас силами, с привлечением, повторяю, не только расчетчиков наших, но и натурщиков, обследователей, мы взялись за эту работу. Я, естественно, чуть-чуть позже расскажу, что у нас состояло. Давайте посмотрим сначала на объект нашего исследования, вот как бы такой проектный его вариант, да, назовем, назовем это так. Ну, вы ведь здесь видите подтверждение моим словам о том, что действительно это объект достаточно интересный, уникальный, конечно же, больше пролетный, пролет это достигали больше 70 метров, и обращая ваше внимание, ну, по ходу дела мы будем обращать внимание на некоторые вещи, которые, ну, с самого начала привлекли наше внимание, с точки зрения, ну, тех проблем, которые могли возникнуть с этим объектом, да, мы еще не знали, те ли проблемы, реализовались там при обрушении, другие ли, но все-таки внимание обращали. Ну, вот я обращаю ваше внимание буквально вот на этих слайдах, да, вот обратите внимание, что вот эта ребристая железобетонная оболочка покрытия, которая вот покоится на этих колоннах, сейчас о колоннах тоже скажем, она вот в этой зоне, видите эту зону, где вот она, да, очень-очень пологая, практически это пластина, да, да, то есть она практически здесь не обладает никакой кривизной. А вот такие тонкостенные оболочки малой кривизны, это в общем не очень приятная вещь, особенно железобетонная, да, которая плохо держит растяжение. А что значит накостенная? Вот мы увидим там, что видели уже, что это такая ребристая, то есть ребра являются основными несущими способностями, а скорлупа, вот то, что между ребрами, да, всего лишь навсего 7 сантиметров, да, представляете, да, более 70 метров пролет и 7 сантиметров скорлупа. Да, ребра, конечно, так сказать, более мощные, они армированы, ребра, но тем не менее, такая вот, обращаем внимание на некоторую подробность такую, да. Далее, система опор, да, вот это опорная система. Ну, вот как вы думаете, что собой представляли вот эти колонны, вот видите, они тут есть, эти колонны. Ну, вот когда я потом, через меня прошли, как бы, очень много свидетелей, ну, формально это называлось допросами, на самом деле, я это называл собеседованиями, да, как те, которые непосредственно были причастны, ну, включая авторов проекта, строителей, там, да, поставщиков, основных деталей, монтажников, сварщиков, ну, в общем, там, большая группа, да, мониторщиков. Так вот, были среди них и те, которые сами напрашивались на такие собеседования, не то, что мы вызывают, да, они говорят, мы хотим там высказать свою точку зрения, ну, хорошо, приходите высказывайте. Ну, и в частности, некоторые из них, я, по-видимому, не скажу фамилии, не потому, что, так сказать, не хочу там озвучивать, а скорее всего, потому, что забыл, фамилия, но вот были те, которые говорили, ну, мы-то все знаем про эту конструкцию, да, вот, мы-то с самого начала знали, что она упадет, ну, это вызывало у меня искреннее, искреннее изумление, я говорю, ну, если вы знали, ну, а почему вы молчали там, да, ну, вот мы там куда-то написали, ответа не было, ну, мы там типа вот это, ну, мы всегда знали, что она упадет. Я говорю, а вы знали, что за конструкция? Ну, да, говорит, мы знали, что за конструкция. металлической конструкции покрытия. Я говорю, вы уверены? Да, говорит, мы уверены, потому что мы на этой стадии то ли участвовали в разработке, то ли как-то были свидетелями. Когда мы стали копать эту историю, мы выяснили, что действительно первые два варианта проекта покрытия были металлические фермы. Отсюда, кстати, такая малая кривизна. С металлическими фермами этот вопрос легко решается. Металл держит растяжение, тут никакой проблемы нет. И вот кривизна там не критическая является. Мы стали копать дальше и выяснять, а как же так получилось. Да, и кстати, абсолютно верно то, что проект, вот именно проект с металлическими покрытиями, ну и соответствующими колоннами прошел московскую экспертизу. Ну, с положительным заключением. Мы поинтересовались в экспертизе, вот у этих экспертов, да, действительно, там был такой проект. Когда мы стали интересоваться, а как же получилось, что построено другое, выяснилось, ну, почти детективная история, но, тем не менее, мы ее выяснили, что после того, как проект прошел экспертизу, проект с металлическим покрытием, повторяю, начали строить, ну, вернее, заказали проект, так сначала, да, проект покрытия железобетонные, как раз, такая контора называется ЗАОК, ну, на базе курорт-проекта, руководителю известный конструктор Нодар Вахтанович Кончелли, да, ну, действительно известный, вот, и, наверное, один из самых почитаемых тому времени в России, ну, по опыту своему. Его очень любили архитекторы, потому что он никогда ни от чего, ни в чем им не отказывал, да, то есть, какое бы здание, особенно в новой, так сказать, России, да, в старой России этого не было, но в новой России они ему не предлагали, он предлагал некие конструктивные решения, которые позволяли осуществить вот эти смелые архитектурные замыслы новых времен. И вот турки, а турки были заказчиками и строителями, фирма Кочек Иншат, по иронии судьбы, мы потом с ними работали на других объектах, уже в качестве расчетчиков, она отказалась от идеи делать металлическое покрытие, ну, сложно сказать, почему, мне рассказывали, и, наверное, это недалеко от истины, что турки должны были строить, они и строили всю железобетонную часть, да, то есть, это вот фундамент, каркас, на котором, собственно, вот это покрытие стояло, да, и им как-то стало, так сказать, немножко их жаба задавила, что металл будут делать другие, а турки с металлами не работают, да, то есть, это должны были другие делать, вот, и часть денег тогда бы от них ушла, там, скажем, да, как бы на изготовление, вот, ну, понятно, они должны были их заплатить. Поэтому они нашли, вот, Нодар Вахтановича, который взялся и буквально за 2-2,5 месяца, это буквально так, мы это выяснили, запроектировал вот такую железобетонную конструкцию покрытия, вот такой сребристой железобетонной оболочкой. При этом, как оказалось потом, да, не поменяв опорную часть, вот эти колонны и связи, вот как были под металл, так и остались. Когда мы интересовались у главгосэкспертизы, да, а как же вы такое пропустили вообще, как это могло произойти, они сказали, что к ним пришли уже, когда, ну, де-факто, да, эта железобетонная оболочка была возведена, причем возведена она была, вот, например, без прохождения экспертизы, да, пришли с вариантом железобетонным, и вот тут, как бы, гаснет свет, да, и выясняется, что через неделю им дали положительные заключения. Я пытался первое время узнать, как же это произошло, понял, что это невозможно, да, то есть, когда я, так сказать, запросил, ну, не я, прокуратура, разумеется, запросила в московской экспертизе не чертежи, чертежи были, конечно, а расчетные обоснования, да, этого железобетона, ну, нам передали, там, 4-5 каких-то невнятных листиков с расчетами, да, из которых ничего не было понятно, вот, как выяснилось, экспертизе тоже ничего не было понятно, то есть, они, как бы, этим не озабачивались абсолютно, да, опять же, ссылаясь на текучку, там, на загруженность, на все такое, имея в виду авторитет конструктора, разумеется, тоже, Надар Вахтановича, которого они очень почитали, ну, надо сказать, что было за что, но, так сказать, не критически они его почитали, и, значит, выяснилось, что, действительно, вот, как бы, ничего от, вот, расчетного обоснования, ну, есть только положительное заключение московской экспертизы, ничего от расчетного обоснования вот этого нового варианта не осталось, да, факт, ни моделей, ни результатов расчетов, это вот авторы проекта говорили, что это все сгорело вместе с компьютером, ни, вот, данных, которые передавали в экспертизу, я так подозреваю, что там особо ничего не передавали, да, кроме, вот, самого проекта и чертежа этого проекта. Я начал говорить о том, что те, которые знали, что покрытие железобетонное, все были уверены, что эти колонны имели диаметр порядка полуметра, примерно цилиндрический, что это был металл, это металлические колонны пустотелые, толщина всего лишь 8-9 мм. Очень подкостенная колонна, но для металлического покрытия это было нормально, скажем так. Что они были под этот железобетонный купол покрытия, они были залиты бетоном внутри. Ну все говорили, ну конечно там колонны с бетоном, да, все такое. Ничего подобного, это пустотелые колонны. Они были под металл и остались под железобетонное покрытие пустотелыми. Это клинический факт, установленный. Все колонны, которые упали, мы посмотрим, они все такие, других нет. Это одна сторона вопроса, которая не могла не привлечь и привлекла наше внимание, но в результате предварительных обследований всевозможных. И второй, ну не менее на наш взгляд важный результат наших обследований и исследований проектной документации, ну и тех фрагментов расчетов, которые мы видели, состоит в том, как собственно эта оболочка опиралась на эти колонны. Как соответственно эти колонны опирались на фундамент, да. Мы видим, что здесь это опирание происходит по принципу практически вот таких карандашиков. Вот это вот, то самое пустотелая колонна, пустотелый цилиндр, да, полметра диаметра, 8-9 миллиметров толщина. Вот это фланец и вот такие четыре ребра, которые держат вот такой блюмс, то есть это сколько там, 10 на 10, да, сантиметров такой металлический брусок. И этот на этом бруске, на этом бруске по проекту практически под действием собственного веса и более ничего, держится вот эта оболочка. Все колонны устроены таким образом. Когда мы увидели, а мы увидели, конечно, в проекте вот эти, значит, сварные швы, катетом 16 миллиметров, мы спросили Нодара Вахтановича, а что это за катет? Вы же говорите, что тут шарнир там под собственным весом, ну и как бы в расчетах это было как шарнир. Шарнир почему? Чтобы не передавать момент от оболочки, да, на эти колонны. Иначе там огромный момент передается. Мы это еще увидим, разумеется. Он сказал, да, действительно, по проекту были вот такие невнятные шарниры, да, там под собственным весом. Но были трудности с монтажом этих колонн, ну и, так сказать, установкой колонн. Поэтому было принято решение, как он сказал, сделать такие прихватки, да. Но прихватки, повторяю, по проекту с катетом 16 миллиметров. Запомним это, да, запомним. И запомним также и то, что по проекту считалось, что это шарнирный узел. Ну, нижний узел опирания, то есть опирания, собственно, колонны уже на фундаментную плиту. Причем это фундаментная плита, не нижняя, это, так сказать, там верхняя отметка, мы сейчас увидим это, да. Был устроен еще более, я бы сказал, смелым образом, ну, по крайней мере, ничуть не менее смелым образом. Мы видим, да, что вот этот блюмс, ну, это зеркально, как верхняя часть, да, то есть блюмс, четыре ребра, ланец, колонна. Да, он просто входил в такие пазы, это вот четыре таких бруска, которые приварены фланговыми швами, фланговыми швами к закладной. Вот, то есть, в принципе, ничто не мешало ему, как бы, выйти наружу, если бы кто-то его выдернул, да, то есть никто, ничего не мешает. Вот такая, как бы, колонна на двух оконечниках, да, таких, ну, карандашах, да, заточенных, да, вот она, собственно, опиралась снизу и держалась сверху. Ну, как минимум, продвинутый, а может, не очень продвинутый конструктор сказал бы, что это очень смелая конструкция, да, очень смелая. Впрочем, история знает примеры смелых конструкций, которые живут десятилетиями, да, и, как бы, нормально себя чувствуют. То есть, все, что я говорю о смелости, не означает, что это не имеет права на жизнь. Смелая, но которая требует соответствующего расчетного обоснования, да, на стадии проектирования, ну, и потом мониторинга. Как мы сейчас понимаем, да, тогда это не было понято. Мониторинга на стадии строительства и эксплуатации. Теперь давайте немножко вернемся, ну, вспомним, точнее говоря, да, то, о чем мы говорили на первой лекции. О, как бы, методологических основах математического моделирования. Ну, мы говорили, как бы, о разных стадиях жизненного цикла, да, здесь, к сожалению, мы имели дело, так сказать, с печальным последствием, да, так сказать, когда здание, уникальное здание закончило свой жизненный цикл много раньше, так сказать, прогнозируемого, да, и вот таким печальным образом. Вот, но, тем не менее, многие из тех принципов, о которых мы говорили, тут вполне работают, и мы их использовали. Ну, тогда, наверное, мы не могли их так четко формулировать, как делаем это сегодня, с учетом опыта, с высоты пройденных экспертиз. Ну, тем не менее, значит, наш предыдущий опыт вполне и в основном позволял это сделать. Ну, наверное, я так не могу за них судить, если что-то и производило впечатление на вот следователей и прокуратуру, когда они нам, ну, как бы, согласились с нашими доводами, это вот то, что мы так очень четко, как они это любят, все расписали, да, значит, откуда что идет, там, куда приходит, да, и, так сказать, на каком основании мы делаем те или иные умозаключения. Итак, первое, с чего мы должны были начать, это, ну, на основании рассмотрения, повторяя массива, документации, изыскательской, проектной, значит, строительства, изготовления, эксплуатации, это высказать, выдвинуть и обосновать на начальной стадии, а потом уже обосновать и расчетным образом те версии сценария разрушения, да, которые, ну, вот, собственно, мы хотим рассмотреть. Почему я говорю об этом отдельно и хочу сказать сейчас отдельно, да, потому что большая часть тех коллективов, которые участвовали, скажем, в московской экспертизе, повторяю, я их не критикую, у них было мало времени и мало ресурсов, ну, существеннее, чем у нас, во всяком случае, вот, они как-то сразу, так сказать, прибивались к какой-то одной, ну, максимум двум версиям, да, ну, типа, вот там, это разрушилось или это разрушилось, да, это вот один коллектив, другой коллектив прибивался к тем же или там, к другим, да, ну, и действительно, их времени, ресурсов, быть может, и квалификации хватало на то, чтобы посмотреть эти вещи. При этом, естественно, вне поля зрения оставалось все остальное, да, ну, можете спросить, а было ли остальное, да, может быть, действительно, там, одна, два версии и все еще. Ну, вот мы это посмотрим, так ли это, но мы с самого начала, и, повторяю, в разговорах, и, так сказать, в обосновании нашей позиции говорили, что мы не пройдем мимо ни одной версии, да, если таковая, ну, как бы, будет выдвинута на основании исследования нами, или предложена, так сказать, сообществом профессионально, предположим, да, то есть мы не будем заведомо их отторгать, или говорить, что, ну, там, это совершенно, так сказать, нереальная версия, да, потому что, ну, и далее какой-то текст, да, то есть мы будем их принимать во внимание и будем их исследовать, эти версии, потому что мы заранее не знаем, ну, не знали здесь, в общем, какая из них сработает, или какое сочетание этих версий, да, из сценариев может сработать. Итак, это первая такая очень серьезная аналитическая работа, естественно, она замешана на большом, должно быть, опыте, на глубоком анализе, в том числе и российской мировой практике, в том числе и опыта обрушений. Вот эту работу мы взяли на себя и взяли на нее время. Ну, вот я говорил о техническом задании, о календарном плане, о том, что мы и сами берем на это время и привлекаем наиболее продвинутую часть профессионального сообщества к этому, вот это мы взяли, да. Ну, после того, как и если, да, мы выработаем вот эти основные, предложим, в основном, основные версии сценария разрушения, ну, вернее так, деформирования и разрушения, да, которые мы хотим исследовать, которые могут служить основной или основными причинами обрушения этого здания, мы должны, естественно, опереться на ту уже проверенную к того времени годами и объектами методологию построения и юрификации тех самых расчетных моделей, да, которые должны вот за эти версии отвечать, да. Вот на этих, этими моделями мы можем или должны будем описать то, что там произошло или могло произойти. Ну, давайте посмотрим очень крупно, очень, я бы сказал так, укрупненно и сгруппировано, какие версии сценария разрушения, там, ну, потом и расчетные модели, отвечающие им, мы предложили. Причем, я говорил и подтверждаю это, да, что мы вот не проходили ни мимо чего, мы это увидим, значит, потом, что, действительно, иногда возникали, как бы, на берегу невидимые версии, возникали иногда в процессе нашей работы, мы их сами выдвигали, или возникали, появлялись какие-то коллективы, да, там, или их представители, которые говорили о вещах, которые нам не приходили в голову, ну, изначально, да. Опять же, мы их тоже не обвиняем, так сказать, нет. Итак, повторяю, очень укрупненно. Первая группа версий, это преимущественное влияние чрезмерных, как это здесь написано, статических динамических нагрузок на опорные металлические конструкции покрытия, да, помните, да, вот эти опорные конструкции, пустотелые колонны с этими глюмсами, да, непонятным образом, значит, закрепленные в оболочке и в фундаменте, да. Ну, то есть, не то, что непонятным, вот так, как это было на самом деле, да. Причем, опять же, хочу сразу сказать, что мы тут рассматривали как проектный вариант, да, который был по проекту, там, с этими глюмсами, например, вот, и сварными швами, катетом 16 метров, так, естественно, и натуру. Зачем нам нужны были обследования, то есть, все колонны, упавшие, да, мы помним, да, мы обследуем все, да, но их там 50 с лишним было штук. О них еще поговорим и покажем, да. Итак, это первая группа, да, что вот в каком-то непроектном, да, непроектном, более того, опасно непроектном положении находились вот эти опорные конструкции. То есть, вот, сами колонны с их закладными и вот со связующими элементами, да, то есть мостиками и связями диагональными ветровыми. Вот здесь они называются связями S и R. Второй, большая группа тоже гипотез, почему группа, мы это посмотрим, то есть, это не одна, она охватывает целый, так сказать, ряд частично отличающихся между собой гипотез. Это недопустимое напряженно-деформированное состояние, ребристый, ну, машиностроители и строители по-разному произносят слово ребристый, да, вот, поэтому, значит, я могу произносить ребристый, я могу ребристый, да, кому как нравится. Ну, среди машиностроителей меня подвергнут астракизму, если я буду говорить так, у строителей наоборот, ну, поэтому, поскольку мы и там, и там, мы иногда путаемся, но неважно, вы понимаете, о чем речь. Итак, недопустимое напряженно-деформированное состояние, ребристые железобетонные оболочки, что значит недопустимое, помните, да, что она тонкостенная, помните, что она пологая, наверное, пологая оболочка тонкостенная, чреватая потеря устойчивости, да, а если мы послушаем, а мы слушали десятки свидетелей, в том числе пострадавших, а что говорили пострадавшие, которые были именно в зоне обрушения, да, и выжили, это как раз над вот этим волновым бассейном, который там показывали, да, вот, аттракционном, где, к сожалению, было много детей, бывало много детей, они говорили, что ситуация выглядела так, когда они вот лежали на, скажем, на спине, в этом бассейне, где волна гналась такая, да, специальными насосами, специальным оборудованием, вот они смотрели на потолок, вот на эту ребристую оболочку, да, смотрели, 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 и в какой-то момент они увидели звездное небо, и как бы они не могли сказать, сколько прошло время, доля секунды, там, две секунды, да, ну, вот так, да, то есть, как бы то, что оболочка упала, да, или там разрушилась, это факт вполне возможный, да, что-то как бы начало обрушения там было, да, и мы не могли бы пройти мимо этого, кстати, в московской экспертизе, одна из вот этих трех, одна из трех экспертных групп, она эту версию тоже рассматривала, да, она эту версию рассматривала. Далее, далее, следующая группа, мы об этом тоже говорили, преимущественные влияния неучтенных, а в проекте мы это видели, они никак не были учтенные, то есть считалось, что вот эта конструкция на колоннах стоит на жестком основании, а вот мы говорим о преимущественном влиянии неучтенных процессов в системе грунтовой основания сооружения, да, то есть, грунт, каркас железобетонный, и только потом идут колонны металлические, да, и покрытие, только потом. А мы видим, что, вот смотрите здесь, да, что если бы это было на жестком основании, то с учетом симметрии оболочки, а это сектор радиусом 105 градусов, да, практически все колонны расположены симметрично относительно бисектральной плоскости вертикальной, да, то есть, по идее, разрушение должно было быть тоже симметричное, да, ну, если на жестком основании. И если, как бы, изготовление без дефектов было, да, мы, конечно, это учтем. Мы видим, что, так сказать, симметрия здесь не наблюдается, да, то есть, по-видимому, имели место какие-то иные факторы. Вот мы имели это в виду. Кстати, кстати, тут из песни, из этой экспертной песни слово не выкинешь. Естественно, мы работали не в безвоздушном пространстве, тем более информационном, да. Естественно, те, на кого падал взгляд, в том числе московской экспертизы, да, ну, московской комиссии, а это были проектировщики, прежде всего, они выдвигали свои версии, да, ну, и, в частности, у них основной версии, поначалу, у проектировщиков, у Нодарвах, там, Чиканчели, это был террористический акт, да, ну, то есть, какой террористический акт, что либо заложили бомбу на одну из колонн, так, либо выстрелили каким-то серьезным снарядом, да, в эту колонну, ну, попали в колонну, колонна, мы увидим, такие основания для таких гипотез были, колонна сложилась, да, в результате то ли взрыва, то ли попадания снаряда, ну, а вы видели, как редко эти колонны шли, да, то есть, там возникла огромная такая безопорная зона покрытия, да, и она, собственно, привела к тому, чему привела, то есть, это была их версия, да, основная, но потом, в том числе под влиянием, там, и наших разговоров, и предварительных выводов, к которым мы пришли, вот, основной версией и линии защиты одновременно, линии защиты проектировщиков стало другое, что там были сложные грунтовые условия, ну, это существенно после того, как мы начали заниматься уже этой версией, сложные грунтовые условия, действительно, там грунты очень непростые, да, то есть, там, мы это увидим, да, там такой склон, да, овраг с протекающей речкой, когда много лет туда набрасывали всякий мусор, да, ну, то есть, свалка была, по сути дела, и когда строили этот такой парк, ну, там, естественно, как бы улучшили этот грунт, да, но, тем не менее, остались вот такие неприятности, да, то есть, как бы, эта версия, безусловно, тоже имела под собой вполне возможные основания, быть может, не как, не в качестве единственной, но как сопутствующий или там серьезно влияющий, да, поэтому мы тоже это, так сказать, учли, как, так сказать, группу версий. Ну, безусловно, мы не могли пройти мимо, я об этом говорил, о комбинированных воздействиях, да, то есть, взаимное влияние, вот, вышеперечисленных факторов, да, то есть, это опорные конструкции, железобетонная оболочка и грунтовое основание с железобетонным сооружением, то есть, они могли, конечно, взаимодействовать и привести к тому, значит, что мы видим на картинке. Это основные группы были версий, основные группы. Теперь давайте посмотрим, что нас подвигло вот на эти версии, ну, и как и основание у нас были, в том числе, количественные параметры, мы должны были, те расчетные модели, которые мы, значит, будем строить, исследовать, на предмет, вот, возможных механизмов разрушения и обрушения, мы должны были насытить реальными, не только проектными, но и натурными фактическими характеристиками, естественно, оглядываясь на то, что произошло в сооружении. Ну, вот здесь показана как раз упавшая оболочка, это вот опорный контур этой оболочки, восьмерка – это номер колонны по внешнему периметру, да, вот, мы видим, что вот между восьмой, если не ошибаюсь, и девятой колоннами, да, видите, такая, как бы, трещина огромная магистральная, да, в железобетоне, с потерей устойчивости плотного армирования, это вот все, ну, разумеется, остается вопрос, произошло это сразу или после падения, да, но, тем не менее, картина вот такая. Ну, вот здесь на ту же трещину мы смотрим, как бы, изнутри, то есть не снаружного, а изнутреннего. Еще один вид на эту трещину магистральную, ну, такую субрадиальную, условно говоря, да. Теперь колонны, на которых эта оболочка стояла. Вот, видите, та самая колонна, вот она, да, про которую Надар Вахтаныч и его сторонники говорили, что здесь была заложена бомба, ну, или вот снаряд, и, видите, она сложилась почти под 90 градусов, да, после падения, ну, практически. Образовалась такая складка типичная, да, при том, что все другие колонны, это так, да, легли, как оловянные солдатики, да, то есть прямо. Без вот такого изгиба, да. Ну, вот, еще раз более внимательно эта колонна. Вас не должны смущать вот эта арматура, да, на этой арматуре крепилось покрытие огнестойкое, да, то есть это, по сути дела, исключительно из требований огнестойкости, то есть она была ненесущая, да. Ну, вот, значит, тут торчат арматуры от этого покрытия. Ну, вот еще небольшое приближение этой колонны. А вот как легли все остальные колонны, видите, на внешней парапе, то есть они легли вот так, строго, так сказать, под 90 градусов, да, были вертикальные, стали горизонтальные, вот. А это как раз те самые мостики или связи, которые между этими колоннами, помните, да, мы о них говорили. Вот они. Ну, некоторые, естественно, потеряли устойчивость при падении, это понятно. Помните, мы говорили, и здесь, собственно, эти картинки это подтверждают, мы говорили о том, что колонны упали, но вопрос, как они упали, в смысле, что в них разрушилось, в этих колоннах, да. Так вот, оказывается, что в отличие от того, что считали проектировщики, ну, и как они полагали, что эта система работает, как, так сказать, шарнирная, ну, и просто покрытие под собственным весом держится, да, как бы на этих колоннах, вот на этих блюмсах, да. Те колонны, которые вот находятся по основному периметру, то есть самые высокие, вот в зоне, скажем, образования трещины, да, в оболочке, они разрушились вовсе не по этому сварному шву, ну, или по прихватке, как считал автор проекта, то есть она считал, что эта прихватка вообще ничего не держит, да, она такая для монтажа только, да, нужна 16-миллиметровая, да, а разрушились по материалу блюмса намного ниже, да, чем этот сварный шов, то есть по основному материалу, ну, как бы мимо этого мы пройти уж тем более не могли. Те исследования, фрагменты, которые вот здесь приведены, проводились, экспериментальные исследования, да, натурные проводились ведущими нашими экспериментаторами в области металла, это Институт металлов Бардина, ну, там, соответствующая лаборатория, профессор Филиппов, да, и он, значит, провел металлографический анализ, что тут, какие трещины, как они развивались, ну, и вот основные результаты, ну, некоторые, скажем так, результаты здесь представлены, которые свидетельствовали о том, что трещина развивалась с одной из поверхностей этого блюмса, ну, снаружной, да, и он носил такой четкий характер изгиба, да, то есть как бы изгибные напряжения, которые приводили в изменение трещины и проникновение ее внутрь, да, внутрь этого блюмса. Вот, видите, приварка, приварка к закладной, то есть, ну, будем говорить, к оболочке, а вот где инициация и развитие трещины, да, то есть на порядка на 40 сантиметров ниже. То есть, повторяю еще раз, по материалу основного блюмса, не в зоне сплавления. Ну, были ли колонны, разрушенные по зоне сплавления? Да, были и такие колонны, а были и третьи колонны, да, это угловые колонны, три угловые колонны, которые разрушились с выровом огромного куска бетона, ну, вместе с закладными, да, из опорного кольца. Были и такие. Почему? Посмотрим. Это как бы на этот вопрос ответ дают и наши расчетные исследования. Ну, возвращаясь к нашей методологии, да, вот, вы видите, примерно так мы это представляли, конечно, в существенно более подробном виде. Мы вспомним, что шесть этапов, каждый этап сопровождался отчетом. Значит, вот один из этапов, как раз ровно этому был посвящен, где мы вот расписали это дело по версиям, гипотезам, по сценариям разрушениям, с этой версией связаны, по факторам, которые оказывают наиболее значимое влияние на развитие вот этих сценариев, по тем расчетным моделям, следующие графа, которые отвечают вот рассмотренным нашим версиям, сценариям и факторам. И тут этой графы нету. Те программные комплексы, мы о них говорили в прошлый раз, да, которые могут потянуть эти расчетные модели. Не все программные комплексы, как вы понимаете, мы говорили, да, тянут вот такие сложные модели. Потому что ряд моделей был весьма сложный, с учетом упомянутых мной в прошлый раз эффектов физической, геометрической, структурной, мы увидим это, неринейности, с учетом динамики, да, вот для такой сложной пространственной системы или их фрагментов. Поэтому под каждую расчетную модель выбирался один или несколько программных комплексов. Какие именно, чуть позже посмотрим. Ну, я не буду подробно здесь рассказывать, я уже говорил о группе сценариев, вот они здесь фигурируют, их много, да. Теперь опять так, ну, как бы в разброс, или, так сказать, целиком, в рамках методологии построения модели мы обязательно должны проводить верификацию нашей модели. То есть, проверку, что, почему мы этой модели должны доверять. Ну, потому что можно построить модель неправильную, да, и потом на основании этой неправильной модели получить неправильные результаты и сделать неправильные выводы. Ну, то есть, как бы мы, когда совершим тот же грех, который, как потом выяснилось, совершали проектировщики. Поэтому существует годами, десятилетиями, на сами, не только нами, выработанные такие методологии, как проверяются или верифицируются расчетные модели на их соответствие, да, ну, либо проектному варианту, либо фактическому варианту. Вот здесь они прописаны. Я не буду в деталях проходить, это, скорее, так сказать, область для таких специальных, специальных, так сказать, дисциплин, которые я тоже читаю там в ряде вузов, вот недалеко, как вчера, в последний раз для Пермского политехнического университета, значит, для магистров читал. Но, тем не менее, есть целый ряд таких возможностей, которые позволяют нам уверенно, так сказать, да, достоверно утверждать, что наши модели действительно адекватно отражают, ну, так сказать, ту задачу, которую мы с помощью этой модели хотим поисследовать, да. Ну, здесь целый ряд повторяю таких факторов, которые позволяют нам эту верификацию провести. После того, ну, разумеется, мы этим занимались не день и не неделю, а несколько месяцев, как мы вот эти все, ну, или там часть основной этих моделей построили, в программных комплексах, о которых речь пойдет чуть ниже, мы, собственно, заботились вот этими задачками, да, то есть методики модели для расчетного анализа, то есть какие мы модели строили. Расчет статического динамического напряженно-деформированного состояния пространственных комбинированных систем, да, моделирование системы основания грунтовое сооружение, значит, моделирование напряженно-деформированного состояния С учетом физической нелинейности, это пластичность металла, ползучесть бетона, и геметрическая, для ряда случаев мы об этом посмотрим, большие перемещения нелинейности. Помним, что у нас оболочек тонкостенный, поэтому эффекты геметрической нелинейности с влиянием больших перемещений на напряженное деформирование состояния, оно может быть весьма значимо. А может быть и такие важнейшие эффекты геметрической нелинейности, как потеря устойчивости и зокритическое поведение. Мы понимаем, что железобетонная оболочка зокритически вести себя не может, в отличие от металлической, немедленно она трещит и падает. Итак, факторы нелинейности, я это просто обращаюсь, отсылаю к предыдущей лекции, где мы эти факторы тоже рассматриваем. Разумеется, оценка прочности элементов конструкции по нормативным критериям, потому что мы видели, как устроены узлы опирания колонн, как выглядели зоны разрушения колонн, по Блюмсу помните. И конечно, нас свербило посмотреть, как может зарождаться какой-то дефект, как он может развиваться, и как от него может пойти прогрессирующее обрушение всей конструкции. Конечно, мы были этим очень озабочены в рамках этой работы. Чуть позже посмотрим, как мы это делаем. Вот я как бы закончил первую часть сегодняшней презентации на этом месте. Если вы не возражаете, я на этом сделаю небольшой перерывчик. Нет возражений? Надеюсь, что те, кто смотрит меня, тоже не сильно возражают. Но буквально 5-10 минут. Мы начнем ровно с того, с чего я закончил предыдущую часть. Итак, начинаем с того, с чего заканчивали. Вот есть методика модели расчетного анализа, построение соответствующих математических, по необходимости, как мы говорили, численных моделей. Сегодня на кончике пера аналитически практически ничего не делается. Все через численные методы. Прежде всего, это метод конечных элементов, который реализован в подавляющем большинстве современных программных комплексов. Используется в практике проектирования и научно-технического сопровождения уникальных объектов. Вот как раз мы, так сказать, плавно или не очень, пришли к программным комплексам, которые мы использовали. Ну, надо сказать, что этот выбор был, с одной стороны, не случайный, а с другой стороны, в общем-то, безусловно, уникальным для российского строительного сегмента. Ну, вот как бы к тому времени, ну, и не только для гражданского строительства, но и для атомных станций, для гидросооружений. Ну, как правило, теми или иными коллективами на разных стадиях решения тех или иных задач, в том числе научно-технических, использовался какой-то программный комплекс. Вы можете спросить, и это будет правильный вопрос, почему так много здесь? Объясняю. Давайте последовательно пойдем, да, я думаю, что наш выбор обретет, не всегда, очертание, так сказать, обоснованного. Итак, программный комплекс Лира, ну, вот та версия, которая была в тот момент, в 2004 году. Ну, Лира дожила до сегодняшних дней, как вы знаете, я показывал в прошлый раз, да, сегодня, более того, существует даже две Лиры. Есть Лира Сапр, Лира 10.6, это последняя версия, да, которые, просто там, несколько лет назад, эта Лира разделилась на две ветви, да. В свое время, 20 лет назад, от Лиры откололся скат, это следующий, вы видите, да. Ну, программный комплекс Стадио, это наш программный комплекс, так сказать, да, наверное, об этом не надо лишний раз говорить. Вычтительный комплекс Энсис, ну, и Энсис Сивил, ФЭМ, это ведущий мировой бренд в области численного моделирования сложнейших задач, самых сложных задач механики, в том числе задач мультифизики, то есть, так сказать, связанные в постановке, да, где один фактор влияет на другой. И учтительный комплекс Абакус, знаменитый, прежде всего, решением нелинейных задач, там, геометрические, физические нелинейные задачи. Почему мы выбрали вот такой набор, да, в то время как до нас пользовались одним программным комплексом, ну, и там, и вперед. Ну, последовательно. Итак, Лира. Ну, дело в том, что в Лире считали авторы проекта, да. И то немного, что дошло до нас, как для экспертов, было сделано в Лире. Поэтому, как минимум, мы должны были использовать этот же программный продукт с тем, чтобы понять, а что же задали и правильно ли эта Лира посчитала. Еще одно обстоятельство, ну, чуть более позднего времени, когда мы выбирали среди прочих Лиру, мы, конечно, об этом не знали, но спустя несколько месяцев, после того, как мы приступили к экспертизе, в газете центральной, по-моему, это были известия, появилась такая большая на целый разворот статья, подписанная, ну, никому неизвестной в профессиональном кругах автором, ну, который выдавал себя за специалистов, да, впрочем, технаря, где рассматривались вот причины обрушения Трансфальпарка, ну, в меру популярном виде это рассматривалось. И среди факторов, повлиявших вот на эти печальные события, и более того, претендовавших на обобщение, то есть, как бы не только на этот объект, но и на другие, говорилось о том, что то программное средство, которое использовалось при обосновании, расчетном обосновании Трансфальпарка, годится разве что для проектирования коровников, ну, уж никак не для вот таких уникальных сооружений. Ну, буквально так. Поэтому мы тем самым хотели еще и, так сказать, проверить, так ли, имеют ли эти опасения или там наезд, если так говорить на сленговом языке, да, под собой некие основания, ну, или это вот именно наезд, да. Итак, Лира была выбрана по этим, так сказать, обстоятельствам, того, что авторы проекта Лирой считали. Ну, и вот, кроме того, были сильные опасения, высказанные в масс-медиа по поводу ее, так сказать, правомерности использования для таких объектов. Далее, вычтительный комплекс КАД, вы можете спросить, и будет правильно, ну, если он растет из того же корня, что и Лира, повторяю, и тот, и другой программный комплекс является специализированными для строительной отрасли, то есть объектно-ориентированными программами, не универсальными, да, именно для строительными, ну, содержат модули, в том числе оценки прочности в соответствии с нашими СНИПами тогдашними и сейчас тоже, да. Вот, то есть это такие строительные программы, да, в которых, тем не менее, реализован метод конечных элементов, ну, при некотором усеченном наборе функций, усеченном наборе конечных элементов, ну, то есть удобном, условно говоря, для проектировщиков, прежде всего. Это такой сегмент, который они ориентируют. Здесь выбор был обусловлен другими обстоятельствами, а именно тем, что наши хорошие друзья, говорю об этом и сегодня также, они остались такими же хорошими друзьями, в Киеве, разработчики этого склада, ну, во главе с идейным вдохновителем, иностранным членом Российской Академии Архитектуры и Строительной Наук Перельмутером Анатольевичем, автором наиболее известных технических бестселлеров в области расчетов последних лет, то есть это настольные книги, да, расчетчиков, и наш, повторяю, хороший друг, значит, они, по моей просьбе, взялись посмотреть ряд задач, особенно связанных с устойчивостью железобетонной оболочки, да, на, ну, естественно, взялись на своем программном комплексе СКАТ это делать, да, ну, разумеется, мы с благодарностью приняли это предложение и тоже включили их в состав наших, так сказать, исследователей. Вот, поэтому СКАТ. Далее Стадио. Ну, Стадио понятно, это наш программный продукт, который мы знаем вдоль и поперек, все кишки, можем эти кишки немножко там вынуть, немножко, так сказать, засунуть, немножко подкрутить под те задачи, что, кстати, делалось, да, под те задачи, которые, как авторы программы, которые, так сказать, решаются. Стадио относится к универсальным программным комплексам, да, он используется для целого ряда задач, не только строительного, но и машиностроительного профиля, вот, то есть мы его тоже использовали, Но на тот момент версия, вы видите, была 2003, что не удивительно. Ну, вычислительный комплекс ENSYS и ABACUS, прежде всего ENSYS, понятно, использовались нами для решения наиболее сложных задач. То есть задачи в сложной постановке, трехмерной, нелинейной, мимической и так далее и тому подобное. То есть там, где за ограниченное время нужно было решить сложные задачи, провести анализ результатов и сделать обоснованные, так сказать, думчивые выводы по результатам. То есть вот ENSYS и ABACUS тоже как бы на альтернативной основе. Тут есть еще тоже человеческий аспект, почему ENSYS и ABACUS. Ну, к тому времени мы довольно активно и уже несколько лет взаимодействовали с дистрибьютором ENSYS в России. Более того, дистрибьютор ENSYS в России являлся дистрибьютором нашего программного обеспечения. То есть мы там тоже имели, как скажем так, по некоторым вопросам право первой брачной ночи, то есть мы могли заключить с ними и заключили такой специальный договор. Они на это пошли, согласованием, естественно, разработчиков американских, что под экспертизу, которую мы проведем, да, с помощью ENSYS, мы по договору получаем его в бесплатное пользование, а мы тогда не имели его, а стоил он по тогдашним нашим понятиям немеренных денег. Он еще сам, конечно, намного дороже, чем Lira Iskart. Вот, но, и тут надо, конечно, не отказать в мудрости, да, разработчикам, ENSYS, ну, прежде всего, американцам, да, они в этом договоре прописали, что вот мы, как бы, используем это только для задачи экспертизы, и потом публикуем, да, в специальной, в том числе, ENSYS-овской литературе, публикуем основные методологические аспекты тех исследований, которые мы провели с помощью ENSYS. То есть, как бы, выступаем с некой такой технической, скажем так, научно-технической рекламой ENSYS, что мы, кстати, потом и выполнили, да, то есть, это условия договора выполнили. За это мы, значит, получили его в бесплатную пользу, полный комплект. Первыми в России, да, в строительной отрасли, я имею в виду. Вы спросите, а что вот мы прямо так взяли, за ENSYS, так сказать, вообще не знаю, да не, ну, конечно, нет. То есть, конечно, мы перед этим несколько лет уже в ENSYS считали, да, ну, так, уклончиво, скажем, не вполне таким легальным способом, да, в исследовательских целях, там, в диссерционных целях. Вот, то есть, мы ENSYS к тому времени знали хорошо, ну, как минимум лет пять уже. Лет пять. Не просто знали, а пользовались им для целого ряда задач. Поэтому наш выбор был тут, с нашей стороны, вполне обоснован. Спросите насчет Абакуса. Так сказать, в одной берлоге два мощнейших программных комплекса, лидера в области тяжелого конечно-элементного софта мирового. Почему? Ну, уже говорил, да, что Абакус знаменит в области ненейных задач. Более того, если говорить о железобетоне, ну, например, в Абакусе есть ряд моделей железобетона, которых нет в ENSYS, да, и ряд конечных элементов, скажем, оболочных железобетонных, которых нет в ENSYS. В ENSYS есть трехмерные элементы. То есть, они как бы так взаимо, скажем так, дополняют друг друга здесь. Это одно обстоятельство. И второе обстоятельство. Мы могли рассчитывать, и наш расчет был верным, на некие преференции и со стороны Абакуса, да. Ну, опять же, с точки зрения его использования для задачи экспертизы. Я два года до этого был в Соединенных Штатах Америки по приглашению моих друзей, которые занимали к тому времени уже ведущие позиции в Абакусе как разработчики. Разумеется, я с ними связался, и мы заключили прямой договор с Абакусу, с Америкой. Ну, мы это, Новосельский центр «Стадио», разумеется, я об этом говорю. Вот. В котором там буквально, ну, как американцы это любят, да, там их юристы, особенно, менеджеры, да, потому что там на 120 страницах было прописано по шагам, что мы можем делать, что не можем, да, там, и чем мы это используем. Все это было прописано. Но надо сказать, что они все свои обязательства выполнили, как и мы, собственно говоря, да. Более того, мы получили какой-то немеренный объем документации, да, то есть я думаю, что мы заключили договор с таким, ну, смешной стоимостью, там, порядка 200 долларов, что-то, ну, где-то такой, да, смешной. Вот. А этой документации и всяких разъяснений, я так понимаю, получили на многие тысячи долларов, да, вот, буквально. И мы привлекли, мы не сами считали по Абакусу, мы привлекли здесь некую команду, которая к тому времени уже имела опыт Абакусовского, то есть Абакусовских расчетов. Вот. В какой мере это было оправдано? Ну, история показала, что не очень, но, тем не менее, значит, целый ряд результатов, которые были получены по Абакусу, тоже легли в основу наших экспертных исследований и заключений. Итак, вот такой, как видите, иконостас программ, который мы использовали. И, по сути, вот, если мы посмотрим немножко вперед, да, забежим немножко вперед, когда на основании наших экспертных исследований и выводов, которые мы сделали, в частности, о том, что расчет, расчетное обоснование уникальных объектов надо выполнять минимум по двум независимым расчетным моделям в разных программных комплексах, вы видите, где и когда были заложены основы этого дела, да? То есть, вот тут не по двум, а аж по пяти было это сделано. Ну, буквально вчера, я уже говорил об этом, я читал лекцию магистром, ну, уже четвертый год этим занимаюсь, магистром Пермского политехнического университета, строительного факультета, вот, безопасное здание и сооружение, называется лекция, и численное моделирование, и там как раз лекция была по нагрузкам и воздействиям, да, у меня вчера, ну, она первая часть этой лекции. Все, с чего мы начинаем, мы, естественно, начинаем с нагрузок и воздействия, да, причем они разного свойства, бывают проектные, бывают натурные, нас интересовали те и другие, проектные, как печка, от которой мы пляшем, и в рамках экспертизы не только печка, от которой мы пляшем, но еще и выяснение, не были бы допущены ошибки на этапе проектирования, да, ну, в частности, в назначении или в учете вот этих самых значимых нагрузок и воздействий. Ошибки, причем могут быть разного свойства, да, это могут быть ошибки того, что просто неправильно СНИП интерпретирован, да, действующий, это одна вещь, это вина тогда проектировщика, или сам СНИП недооценивает какие-то факторы, были такие примеры, да, были такие, то есть СНИП там должен недооценивать какую-нибудь там снеговую нагрузку, ну, например, то есть это такой фактор тоже, что и так мы должны были, так сказать, вот эти все нагрузки, вы видите их там, большой перечень, сейчас я немножко подробнее коснусь этого, разумеется, вот, мы должны были это все оценить, как для проектного варианта, повторяю, так и для варианта, так сказать, фактического, который реализовывался за время на этапах строительства и эксплуатации, ну, и вплоть до обрушения покрытия спортивно-оздоровительного комплекса Трансвальдпарк, напоминаю, да, чем мы занимались. Ну, вы видите перечень этих нагрузок, некоторые из них очевидны, другие не очень, ну, по крайней мере, они были очевидны и проектировщикам, но и тем, может быть, кто занимался экспертизой в рамках московского рассмотрения, да, итак, весовые нагрузки, ну, тут более-менее все понятно, да, весовые нагрузки, хотя, конечно, есть проект, а есть натура, да, другой бетон там, другой металл, какие-то дефекты, да, какие-то перегрузки, отклонения от проекта, то есть, вот опять же, разница между проектом и фактом и, собственно, чувствительность, да, помните, говорили, чувствительность реального объекта, вот к этим отклонениям, да, проекта. Снеговые нагрузки, ну, по снеговым нагрузкам я уже говорил, могу повторить, что это такая общая мировая беда, я бы сказал, такой вызов природы передовому научному сообществу, инженерно-научному, да, как же так многие десятилетия, до столетия уже теперь, да, мы, так сказать, живем в условиях сильных снеговых нагрузок, особенно вот для все новых и новых и более смелых архитектурных форм покрытия, и очень мало о них знаем, очень мало. Вы скажете, а как же СНИП, нагрузки, воздействия, приложения? Да, работают для очень ограниченного числа форм вот этих самых покрытий. Форма покрытия трансвальд парка подпадает по СНИПовское приложение ДЭН? Нет, абсолютно. То есть, это никто не знает, да, как его использовать. Какие там были снеговые мешки, там заносы, наносы и так далее. Итак, снеговые нагрузки. Температурный фактор. Никак не был учтен в проекте, ну, авторы считали, я говорил, что покрытие отрезано от конструкции опорных шарниром, да, и там как бы фактор температуры не играет большую роль, но мы так выяснится потом не считали. Кроме того, мы посмотрели температурные мостики, там вот в зоне пергол и массивного опорного кольца и пытались оценить, насколько вот эти все мостики и так далее могли привести к возникновению деформации напряжения в бетоне и железобетоне. Ну и, может быть, быть ответственными за инициацию каких-то начальных разрушений. Итак, температурный фактор. Ветровые нагрузки. Мы еще их коснемся, но тем не менее, да, ветер, естественно, дул на протяжении всего времени строительства и эксплуатации. Мы увидим, что на дату обрушения он был незначительный, но тем не менее оценить при максимальных расчетных ветровых нагрузках, как вело себя это сооружение, тоже было бы не вредно, да. То есть ветер здесь учитывался, наверное, как фактор нагрузок и воздействия. Вибродинамические нагрузки. Что за зверь такой, вы спросите? Ну, очень понятный зверь. Вот я рассказывал уже о, ну, в частности рассказывал, да, о том самом волновом бассейне, над которым, значит, да, произошли, так сказать, наблюдаемые пловцами там события печальные. Ну, как им казалось, по крайней мере, да. Там гналась большая волна, работало оборудование, насосное оборудование, да, которое, предположим, могло вызвать там какие-то вибродинамические нагрузки, которые могли раскачивать это сооружение в течение длительного времени, да, ну и раскачать до конца. Предположим. А вы спросите, а каким образом это можно было оценить задним числом? А вот таким, что мы специально инициировали с помощью наших, и привлекли к этому наших измерителей, да, инициировали запуск этих насосов, потому что все, что было ниже, а насосы находились в цоколе, да, осталось живых, да, то есть мы, как бы, запустили насосы, они измерили уровень вибрации, да, на плите основания, ну или, так сказать, на плите, где были эти, где были вот эти, в том числе, волновые бассейны. Вот, и потом уже эти кинематические факторы в виде ускорения, да, графиков ускорения, ну или акселерограмм, если угодно, да, мы приложили к той самой, да, неповрежденной модели конструкции и посмотрели, какова реакция. То есть тут, понимаете, мы, по сути, натурные данные использовали как исходные для расчетного обоснования вот этих реакций на эти вибродинамические нагрузки. Следующий, сейсмический, ну, точнее говоря, микросейсмический, микросейсмические воздействия, близкие к вибродинамическим в том смысле, что они создаются, в данном случае, в основном транспортными средствами. Здание бассейна находилось примерно там в 700-800 метрах от московской кольцевой автодороги, повторяю, грунты были слабенькие там, поэтому через эти грунты транспортные вибрации могли, собственно, передавались на фундамент, дальше распространялось под саму сооружение. Каким образом мы это замерили? Ровно тем же самым, да, то есть наши измерители, друзья, замерили ускорение на подошве, значит, потом мы это прикладывали в качестве исходных и считали такую реакцию системы на этот микросейсм. Конечно, этот микросейсм не мог привести к одномоментному разрушению, но накоплению повреждений он мог привести, да, ну вот наряду с вибродинамикой, например. То есть я это показываю в том числе за тем, чтобы сказать, вернее, подтвердить, да, ту самую нехитрую мысль, что мы тут заранее не отвергали ничего, да, вот ничего. Ну, естественно, ни то, ни другое не учитывали те, кто занимался проектированием, не учитывали эксперты Московской комиссии. Повторяю, я их за это не осуждаю, на это у них не было времени и ресурсов. А что такое виброакустическая навруска, спросите вы? Это-то откуда? Ну, это такая почти детективная, ну или, если можно было бы сказать, юмористическая, если бы не печальная события, история, которая, начало которой, о котором мне поведали исследователи, с которыми мы работали, ну, потом я увидел публикацию, или вначале увидел публикацию в московском комсомольце, в котором, ну, буквально через месяц, по-видимому, или полтора после обрушения была напечатана статья о московском комсомольце, в котором, как бы так вот, уверенно, на глубом глазу говорилось, что выяснена причина обрушения Трансфальт-парка, что обрушение имело виброакустическую природу. А что это за природа? Да, действительно, это было подтверждено, исследователи в том числе, что во время обрушения, ну или перед и во время обрушения, проводилась дискотека, ну, вот в основных помещениях, там вот, которые железобетонные, да, часть, на которые опирается. Ну, и вот авторы статьи делали выводы о том, что, автор или автор, да, что сильно виброакустические воздействия приводили к тому, что расшатывались колонны, приходили в резонанс, ну, как они говорили, да, и вот этот резонанс привел к тому, что, значит, произошло обрушение. То есть колонны обрушились, обрушилось само покрытие. Как видите, мы эту гипотезу, по сути дела, включили сюда, да, потому что пытались эти вибродинамические нагрузки учесть. Более того, следователи мне рассказали такую, повторяю почти анекдотическую историю, что буквально через день или два после выхода этой статьи к ним пришел диск-жокей, тот самый, который проводил эту дискотеку, причем пришел, так сказать, по-честному, значит, с котомкой, да, то есть он говорит, вот, типа, я есть виновник, да, берите меня, бежите меня, вот, я там готов за это ответить, да. Ну, его, конечно, отпустили, вот, но, как бы, как говорится, осадочек остался, да, и вот мы, как бы, это тоже рассматривали, да, вибродинамические нагрузки, виброакустические нагрузки. Не менее интересная и такая полудетективная история произошла вот со следующим фактором силовым, да, ну, нагружающим, точнее говоря, это избыточное внутреннее давление. Мы его, честно говоря, и никто до нас тоже не рассматривали, но где-то уже спустя, я бы даже сказал, ну, ближе к концу, наверное, ну, ближе ко второй половине наших исследований экспертных, я был на конгрессе, ну, точнее говоря, на международной конференции, которая проводится раз в два года, я уже там с 80-го года, то есть такой известный там персонаж, как и некоторые другие, да, и ко мне в Петербурге это было, сентябрь или октябрь, не помню точно, октябрь, по-видимому, да, и ко мне подошел, так сказать, один из организаторов этой конференции, известный очень лицо в Санкт-Петербурге в технических кругах профессор Рутман Юрий Лазаревич и сказал, что Александр Михайлович, вот я слышал, что вы занимаетесь там, ну, как бы понятно, информация распространяется, хотя не мы ее распространяли, разумеется, занимаетесь вот этой экспертизой. У нас есть, сказал он, свои соображения и некая версия, ну, я думал, что он начнет мне рассказывать об одной из тех версий, которые уже там были озвучены ранее, по которым мы шли, по этой тропинке этих версий, а он сказал о другом, сказал, что у него есть опасения, ну, нету достоверных данных, но есть опасения, что там мог произойти так называемый аристатический эффект, то есть в результате, например, неправильной работы системы вентиляции и отопления, а там действительно такая немецкая система работала, которая поддерживала определенный температурный и влажностный режим, ну и стало быть давление внутреннее, да, вот в зале аквапарка, да, вот это избыточное внутреннее давление могло превысить некий критический уровень, да, и в результате, он этого не знал, он не знал конструкции, да, в результате оболочка могла подняться под этим избыточным давлением, да, ну и лечь рядом, ну, лечь понятно, вот с теми самыми разрушениями, которые... Профессор Рутман Дин знал, что действительно это возможно, потому что мы вспоминаем, да, что колонны ничем никак не были закреплены, да, они как карандашки, просто в пазы входили, да, вот. Ну, я сказал, Юрий Иванович, вот сколько вам нужно времени, ну и денег тоже, да, на это дело. Он говорит, ну там, если вы предоставите данные по контрольные данные вот этой системы, которая управляла и следила за этими параметрами, да, то есть, через все избыточное давление, то недели две-три нам. Мы, естественно, согласились, дали на это время и денег. Далее предоставили данные вот этой немецкой аппаратуры, которая с шагом в три секунды за этим следила, да, за этими параметрами. И вот действительно через три или там четыре недели получили вот этот такой раздел в наше экспертное заключение. Вот. Да, действительно, значит, эта система работала нормально, да, то есть, как бы никакого такого сильного избыточного давления, которое могло привести вот к такому аэростатическому эффекту с печальными последствиями, там произойти не могло. Но, повторяю, мимо этой версии мы тоже не прошли. Ну, последнее из того, что здесь я показываю, это локальное взрывное воздействие, видите, да, это как бы была версия, повторяю, автора проекта, первоначальная версия, потом они с нее, как бы так, смигрировали, сдрифовали на версию грунтового основания, но, тем не менее, на тот момент, хотя, ну, если мы говорим предметно уже о трансвальпарке, разумеется, первое, что было сделано еще до нас задолго, сразу после обрушения, это была взрывотехническая экспертиза, которая проводилась силами специальных служб ФСБ, я уже не помню, тогда они назывались ФСБ, ну да, наверное, уже ФСБ были, да, силами ФСБ, причем очень детальное, очень такое заслуживающее доверие, и там никаких следов взрывчатых веществ или каких-то снарядных, там, значит, а тогда, значит, ничего подобного, так сказать, выявлено не было, но, тем не менее, значит, да, тем не менее, мы, как бы, не прошли мимо и такой версии, и тех нагрузок воздействия, которые за эту версию могли нести ответственность, да, ну, давайте посмотрим, какие метеорологические, в частности, данные по климатическим нагрузкам и воздействиям мы, так сказать, приняли во внимание, а, конечно, если, это, как бы, вот я повторяю, привлекались ведущие, в том числе, вот наши коллеги, да, которые, вот, с которыми мы работали, да, то есть, исследовались, исследовались качества всех материалов, да, всех строительных, и надо сказать, что качество было отменное, вот, вот весь железобетон, который лили турки, да, ну, вот я тоже смотрел, вот, ну, мало на каких объектах, я видел такое хорошее качество, да, металл замечательный, да, про сварку поговорим, поговорим про сварку, еще вот такие вот зоны сварки, вот, потому что они сыграли, возможно, решающую, ну, или там, могли сыграть решающую, вот, то есть, как бы, подводя итог, под одной из возможных, так сказать, ретвей, да, значит, ошибочных, качество строительства и монтажа, значит, было по тем, да и по нашему, так сказать, безукоризненно, ну, насколько это можно говорить для строительного объекта, да, естественно, были отступления, но в лучшую сторону, там, скажем, бетон был более высокой марки, да, арматуры было ровно столько, сколько по проекту, того качества, да, и той марки, ну, кстати, такое было, вот, тоже кольцо опорное было, сильно переармировано, то есть, там прямо, как там они вибрировали этот бетон между этой арматурой, это отдельная тема, да, но ну, бывает, там, как говорится, на старуху-проруху, у них тоже бывает, так сказать, дефект, но здесь не было, да, здесь не было, вот, итак, снег, мы все-таки должны были понять, что происходит, вот, обратились тогда во всякие, там, метеостанции наблюдающие, московские, да, ну, в зоне, там, скажем, МГУ, там и так далее, вот, вывели, в каком, это был 2004 год, напоминаю, в каком печальном положении находятся все эти службы метеонаблюдения, да, то есть, вот эти все графики, которые построили, строили мы, то есть, у них, там, кроме тетушек нарукавниками, там, счета, ну, что-то такое было, то есть, они даже, там, компьютерной техники не были, должным образом оснащены, ко мне они обращались, как, знаете, как к такому доброму гению, вот, я пришел, там, замолвите за нами, за нас слово, чтобы нас, там, оснастили, чтобы не было, это так стыдно, как сейчас это выглядит, но, тем не менее, мы, вот, провели такую работу, сейчас они, конечно, по-другому оснащены, в этом смысле, вот здесь показано снеговой покров, начиная с 2001 года, да, это, вот, как вы видите, да, с момента пуска, начала строительства, вернее, так сказать, да, уже возведения покрытия, и вот период эксплуатации, то есть, 2002 год, 2003 год, ну, понятно, зимние месяцы, в основном, да, ну, и, и, и весенние, и, наконец, вот, обрушение, видим, да, с точку, то есть, вот, за эти три года, когда здание просуществовало в снежных режимах, зимне-весенних, обрушение пришлось на максимальный за это время снег, 50 с небольшим сантиметров на дневной поверхности, разумеется, никто и не мерил на поверхности трансфольпарка, да, покрытия, ну, вот, это был максимальный снег, поэтому, опять же, мы много, значит, много общались со свидетелями, ну, в том числе, самые лучшие, самые объективные, в кавычках, свидетели, таксисты, которые там привозили, увозили, вот, у этих таксистов мнения были прямо противоположны, у ряда, да, одни говорили, что снег был, так сказать, прям, никогда такого не было, другие говорили, что снега не было вообще, кто-то даже говорил, ну, это они так свистели, да, что они видели какие-то мешки снеговые на покрытии, другие говорили, что покрытие было свободное от снега, ну, в общем, как бы, степень достоверности этих показаний равна близко к нулю, да, то есть на них нельзя поводиться. Ну, вот, объективные данные показывают, что снега было много, ветер был слабый, мы сейчас это увидим, поэтому, как бы, снег скапливался, да, то есть фактор снеговой нагрузки, безусловно, играл определяющую, ну, для одной из определяющих ролей здесь. Ветер, вот о чем я говорил, ну, я прориснул быстренько, ветер был слабенький в это время, да, ну, и вообще весь этот период, скажем, значит, с начала года, да, это такого каких-то там ураганов, ветров или сильных даже ветров не было, да, то есть, как бы, снег, падавший снег, он вполне мог и оставался на покрытии. Здесь показано, мы в тот момент уже умели, правда, пока в плоской постановке, в программном комплексе енсисе был модуль платран, который теперь уже не поддерживается, да, вот мы посчитали, как начисленные модели, как ветер, какое давление, какие скорости на, вот видите, да, бисектральная плоскость, так сказать, да, витраж, покрытие, да, как распределяется ветровое давление и скорость. Ну, одна из первых тогда работ была такая. Температура. Ну, дневная, ночная. Вот что было на момент обрушения, ну, в смысле, на день обрушения, дневная температура там где-то минус 8, порядка минус 10, ночная минус 20. Ну, уже к 19 часам с лишним, понятно, уже было ближе к этому. Ну, понятно, что за одну лекцию я вам не смогу охватить всего объема выполненных исследований. Повторяю, вот эти тома по шести этапам и заключительной, да, они изложены там более тысячи страниц, богато иллюстрированные, с выводами, значит, умозаключениями и так далее. Поэтому я, так сказать, беру основные фрагменты, которые позволяют, ну, как бы высветить картину общую, ну, и в частности, те принципы, принципы, значит, математического моделирования в рамках судебной строительно-технической экспертизы, да. Ну, вот здесь показано, какие модели мы строили, как мы их строили, как мы их верифицировали, какие стадии, да, то есть стадии распалубки, завершения строительства и эксплуатации, влияние вот тех самых вибродинамических и микросейсмических воздействий, сценарий обрушения, да, это вот, как бы, те стадии, которые мы смотрели на наших расчетных моделях. Разумеется, сначала проведена была верификация, я об этом говорил, но вот здесь показано сопоставление по основным параметрам напряженно-деформированного состояния в разных программных комплексах. Ну, вот, например, собственно, частоты формоколебаний, программном комплексе Лира, три модели с разными типами элементов в нашей программном комплексе стадии. Помните, да, я говорил, что у нас мы можем здесь, так сказать, ну, существенно более экспериментировать в нашем программном комплексе, там достаточно богатая библиотека конечных элементов разными гипотезами. Энсис, Абакус, вот сопоставление. Сопоставление показывает, что никто не врет, в том числе Лира не врет, да, то есть, как бы, если считать по параметрам напряженно-деформированного состояния и динамической реакции, не затрагивая пока нелинейные факторы, да, если таковые там проявлялись, то грамотный расчет по Лире, так сказать, дает достоверный результат. Поэтому вот там всякие разговоры, я, как вы понимаете, не адепт и не адвокат Лиры, но вот разговоры о том, что Лира не может, там, или Скат не может, да, будучи специализированным строительным софтом для, и не применим для уникальных объектов, это не более чем некий наезд. Кстати, потом выяснилось, ну, коль скоро мы, так сказать, рассказываем житейскую историю, да, выяснилось, я потом встретился с автором этой статьи, ну, вернее, он сам об этом сказал, я как бы об этом не знал, это был бывший директор этого Трансвальдпарка, вот, и он сказал, что стоит, действительно, подпись стояла его под какой-то статьей, но эту статью он не писал, да, это будет, он там был глашатой чего-то мнения, да, вот. Ну, морально-этическую сторону мы тут разбирать не будем, понятно, что она весьма тухлая, да, но, как бы, были те, кто был, по-видимому, заинтересован в том, что бросить тень на программное обеспечение, конкурента, скажем так, своего, может быть. Ну, ясно, что не друга, да. Итак, программные комплексы, мы ни при чем, да, то есть, дело не в том, что программный комплекс не справляется с такими задачами, по крайней мере, на стадии проектирования уж точно, это вот показали наши верификационные задачи. Расчетная модель, расчетная модель строилась с нами настолько подробно, я об этом говорил на предыдущем занятии, да, особенно это важно для экспертизы, чтобы ни у кого, ни у альтернативного эксперта, ни у проектировщика, который подвергается, значит, неким обвинениям, ни у экспертизы разных уровней, не возникало вопроса, а вот что, вот почему вы не учли этого, или почему вы это учли приближенно, да, то есть, вот уровень подробности моделей, это был, безусловно, тогда такой рывок, безусловный рывок, потому что на стадии проектирования авторы проекта делали намного более грубую модель, ну, то есть, просто она не шла ни в кое сравнение с этой, да, вы видите, что здесь учтено все, и оболочка скорлупа, и ребра все, и колонны, и блюмсы, в общем, все-все-все, да, вот, и даже вот эти, так сказать, отверстия, да, вот эти, так сказать, отверстия для вентиляции, все учтено. Вот на этой модели мы, собственно, проводили основную массу вот этих исследований, именно покрытия железобетонного и опорного контура в разных программных комплексах, ну, прежде всего, это ANSYS, STADIO и ABACUS в меньшей степени, да, ну, здесь показаны подробности моделирования, я, с вашего позволения, это буквально пролесну, на основном сухой ременью, ну, из этого можно сделать, по крайней мере, вывод, что все основные, так сказать, метрические, физико-механические и иные параметры в этой модели были учтены адекватно. Ну, здесь показаны уже некоторые результаты расчета, в данном случае по программным комплексам STADIO, повторяя, они были сопоставлены с ANSYS и ABACUS, и показали очень, так сказать, близкие соответствия. Вот здесь мы немножко остановимся в этом месте. Здесь показана картина деформирования оболочки, ну, как раз, ну, разумеется, масштаб увеличен, масштаб перемещений прогибов, да, чтобы так более наглядно это увидеть, но мы видим здесь такую, да, впадину, да, то есть большое перемещение, большие прогибы вот в этой части, как раз ровно в той части, где мы сильно подозревали, да, что она может быть, то есть, в части пологой оболочки, да, с нулевой практически кривизной. Более того, получилось, что если смотреть эту задачу в линейно-упругой постановке, при вот основных нагрузках и воздействиях эксплуатационного периода, в упругой, повторяю, постановке, то перемещение прогибы, ну, порядка 15-16 сантиметров. Они оказались близки к тем, которые получил Кончелли по лире, да, тогда, ну, по крайней мере, он ссылался на них, но, уважаемые граждане, это линейно-упругие перемещения, в которых не учтен фактор геометрической нелинейности и, что более опасно, не учен фактор физической нелинейности, а именно ползучесть бетона, первичной и вторичной, да, быстро протекающая и медленно, да. Забегая вперед, у меня, опять же, не будет времени на это, да, хочу сказать, что вот эти 13 или сколько там миллиметров, они были практически, 13 сантиметров, да, или определены практически сразу после распалубки, да, ну, практически сразу. Данные такие были, потом, так и не осуществленная система мониторинга была сметена строителями, ну, потому что она не была утверждена и разработана должным образом, а потом началась ползучесть, да. Под воздействием собственного веса и воздействием внешних нагрузок, в том числе, снега. И вот эта ползучесть привела, и нашими расчетами, с учетом ползучести в Энсисе и Абакусе это было показано, к прогибам уже не 15 сантиметров, ну, на которые, как бы, рассчитывали авторы проекта, да, а 50 сантиметров, то есть полметра. На секундочку, да, представляете, что такое полметра при толщине сколыпы, там, да, 7 сантиметров. Собственно, частоты и формы колебаний, еще один фактор. Да, и я, извиняюсь, я еще вот сюда из песни слова не выкинешь, я вот это слово выкидывать не буду. Даже в упругих расчетах, даже в упругих, вот даже в тех, которые я здесь показываю, это, как бы, подтверждается и Лирой, и Скадом, и Энсисом, и Абакусом, в стадию нашим, да, получилось, что вот эти три колонны, вот эта колонна, вот эта колонна и вот эта колонна, три угловые колонны, да, выдергиваются, выдергиваются из своих пазов. Ну, то есть, они находятся, ну, как бы, если их не выдергивать, в состоянии растяжения, да. Почему это происходит? А вот картина деформирования оболочки это показывает, да, то есть, тут, как бы, проседание, а здесь выдергивание происходит. То есть, получается, что не оболочка, вот на этих трех колоннах опирается, да, вот, а наоборот, колонны висят на этой оболочке, то есть, не выполняет свою основную несущую функцию. Вы спросите, и будете правы, а мог ли увидеть проектировщик эти результаты, ну, на своей лировской модели? Да, конечно, он обязан был их увидеть. А увидел ли он них? Нет. Я вам рассказываю, что за два-два с половиной месяца они сделали проект, да, то есть, у них не было времени на то, чтобы на это смотреть. У них действительно получилось, они, как бы, в модели заделывали все эти колонны внизу, как опирание, как жесткое опирание, да, и получили в этих колоннах растяжение. А может ли быть там растяжение? Да нет, просто она вынимается, и все, мы видели, как устроен этот узел, да, опирания. То есть, это вот типичная ошибка проектировщика, в случае, тем более, когда он не имеет либо склонности к аналитическому мышлению, ну, либо не имеет времени на это, да. Я склонен думать, что у них не было на это время. Как только и если они бы увидели, да, вот эту, такую картину НДС, в частности, то, что вырываются, да, эти колонны, то, что там у них не 15, а 50 сантиметров, ну, наверное, они бы, так сказать, приняли какие-то дела. Я не поверю в то, что Нодар Вахтанч, так сказать, на это не отреагировал. Они не проанализировали и не увидели этого. Далее, еще один фактор, они этим не занимались. Собственные частоты и формы колебаний. Я уже говорил, могу повторить здесь и сейчас, что собственные частоты и формы колебаний – это наиболее такая интегральная характеристика работы системы, которая выбирает в себя все. То есть, и жесткостные, геометрика жесткостные характеристики, и инерционные характеристики, да. Кстати, там можно выявить определенные ошибки, в том числе и дефекты конструктивной схемы. Ну вот, давайте посмотрим на эти результаты. Повторяю, они получены во всех программных комплексах. А вы знаете, что, собственно, частоты и формы колебаний – это как бы вещь, которая является атрибутом линии на упругой модели, да. То есть, это и в лире тоже все можно было получить. Мы видим, да, специально здесь была построена модель а-ля лиры, то есть, не такая подробная, но на более подробно это все подтверждается. Вот, мы видим, что первые три формы колебаний, вот видите, да, на частоте 0,76 Гц, на частоте 1,19 Гц, на частоте 1,1,5 Гц. Это формы колебания оболочки железобетонной практически как жесткого тела, видите, она не динформируется, да, здесь, на податливых опорах, видите, опоры только колебаются, в бисектральной плоскости, в другой плоскости и как закрутка вот здесь, да. И только на 2 Гц начинается форма колебаний самой оболочки, да. О чем это говорит? Ну, любому такому непредвзятому зрителю и тем более профессионалу, профессионалу конструктору, который, конечно, знаком с тем, что такое, собственно, частоты формы, да, иначе это невозможно. Это говорит о том, что существует серьезный, серьезный, а потому опасный дисбаланс между жесткостью покрытия и жесткостью опорной части. Мы видим, что опорная часть, ну, как вот это, так сказать, такая, какой-то многоножка, да, такая, вот она там, такая, вибрирует очень сильно, да, а верх так ее как бы давит, да, ну, такой мощный жесткий верх. Ну, будь я конструктором, я не конструктор, да, я бы, конечно, на это обратил внимание, сказал, нет, что-то надо менять, да, то есть, наверное, уже сочать опорную часть, помните, мы говорили про опорную. Мы вспоминаем, что раньше-то покрытие было металлическое, существенно более, так сказать, менее жесткое, да, и там был, так сказать, баланс между, баланс интереса, баланс жесткостей, да, между опорной частью и покрытием. Здесь он был нарушен, мы это видим, да. Когда я показывал эти картины, я их показывал некоторые, Адар Бахтановичу, ну, у него было, конечно, так жалко смотреть в этот момент, он, конечно, сказал, что, ну, жаль, что мы с вами так поздно и при таких обстоятельствах встретились, да, вот, потому что, ну, я так понял, он все понял, конечно же, вот, все понял, хотя потом с помощью своих адвокатов занял, конечно, другую позицию, да, мы об этом еще поговорим. Ну, я не буду, опять же, по всем элементам, значит, проходиться. По покрытию, помните, да, устойчивость покрытия, скат и так далее, значит, тоже проводили мы такие расчеты, разумеется, на устойчивость, да, тоже там, понятно, получали критические нагрузки и формы очень низкие, то есть, как бы, действительно, эта конструкция склонна к потере устойчивости, но мы к этому еще вернемся, вот, да, чтобы закрыть этот вопрос. Здесь же мы показываем моделирование системы, такой вот, грунтовое основание, фундаментная плита, каркас совместно с подсистемой той, которой вот занимались, то есть оболочкой на металлический контроль со связями, да, то есть, разумеется, мы должны были рассматривать модели грунтового основания, модели плиты и каркаса и вот исследование всей системы. Делали мы это в разных программных комплексах, видите, моделировали вот это все, здесь грунтовый массив, вот я говорил тут об овраге, да, вот это все тут представлено, вот, включая вот это сооружение само, уже каркас, да, на котором покоятся опоры колонны и с покрытием, ну и вот в стадию мы, так сказать, моделировали вот эти вещи при разных нагрузках и воздействиях, да. Что мы получили на выходе? На выходе получили, ну, повторяю сейчас у нас не то время, что да, определенная несимметрия в напряженно-деформированном состоянии за счет влияния грунтового основания и фундамент, ну, фундаментной конструкции, на которой опирается покрытие, имеет, но ни то, ни другое не могут быть ответственны, да, за вот то, что произошло, да, то есть это только влияет на некую несимметрию, которая может усугубить другие факторы. Ну, какие именно, мы сейчас посмотрим. Далее. Зоны возможного разрушения. Помните, мы говорили об этих зонах как инициаторах, возможных инициаторах, да, вот того, что произошло потом. Ну, безусловно, мы затеяли-то это в основном, чтобы посмотреть, прежде всего, верхний и нижний узел колонн, вот тот самый, да, такие стрёмные, как говорят в народе, и мы их посмотрели, безусловно, сейчас покажем, как. Существенно более поздно, когда мы к этому придем, я расскажу, как и почему, мы посмотрели устойчивость колонны со связями, вспоминаем ту колонну, которая вот так согнулась, да, что говорили авторы проекта, что там стреляли, подкладывали бомбу, да, посмотрим, чем мы получили, вот в результате рассмотрения устойчивости колонны. Вопрос, в какой постановке, в той или которой это делали авторы проекта, или в той, которой смотрели мы. Очень важно. Ну, далее прочность сварных соединений и опорный контур с ребра с этой оболочкой. Это вот такие наиболее характерные и чреватые дальнейшим разрушениям узлы и зоны. Вот глядя на эти картинки сегодня, с высоты нашего сегодняшнего опыта и тех технологий, которые мы развили, в том числе той молодежи, которая у меня этим занимается уже многие годы, вот, я тут вижу ряд недостатков в этих модели, но в этих модели, в объемных модели вот этой системы, да, верхнего узла, с закладной пластиной в опорном контуре. В виде тут учтены и все сварные швы, да, которые там были, причем в разных вариантах они учтены, как вариант 16 мм, да, вариант такой, так и вариант, который был в натуре, а в натуре мы смотрели, там отнюдь не было 16 мм, там где-то до 25 мм доходило. Мы вспомним, что думал автор проекта, что это прихватка всего же, да, на этап монтажа. Вот. Мы потом говорили с монтажниками, со сварщиками и говорили, а вот как вы, чем вы руководствовались, когда делали вот такие 25-мм сварные швы, да, значит, сварные швы, ну, в том числе 25. Они говорят, а что, мы разве виноваты? Ну, было 15, а мы сделали лучше, больше. Им же никто не рассказывал, да, из каких гипотез выскатил автор проекта, когда делал, говорил об этих прихватках. То есть, как бы, эти узлы, в смысле их шарнирного свойства, были еще более ужесточены, да, по отношению к шарнирным. То есть, мы смотрели тот и другой вариант, то есть, и проектный, и натурный, разумеется. Вот этой модели, объемные модели в Ансисе, да, по тем временам они были рассматривались как что-то такое, пришедшее из космоса, то есть, что-то такое невероятное. Ну, тем не менее, мы это делали и сделали. Так, вот. Ну, и результаты, там, пролистываю, как бы, много-много-много результаты, там, по главным напряжениям, по зоне концентрации напряжения. Мы видим, что действительно концентрация происходит в двух зонах. Причем, сейчас я вернусь к этому вопросу. То есть, в зонах вот сплавления, да, вот как бы, где все ожидали, что это разрушится, да, и вот в этой зоне, вот как раз той зоне, где вот пошел, пошла трещина вот сюда, да. Мы видим, что Блюмс испытывает изгиб, да, ну, при некоторых моментах, да, при некоторых вот вещах. И мы видим, тут учитывалось не только физическое и геометрическое моменты, но и учитывалось структурное или конструктивное мнение, что мы видим, ну, если там внимательно приглядеться, что вот этот шов, да, вот этот шов, да, ну, как бы, там, где, там, где плита закладная лежит на Блюмсе, да, что он раскрывается частично, да. Более того, вот должен сказать, что и здесь тоже частично такое раскрытие есть. Все это очень важно, если мы рассматриваем, так сказать, это с позиции экспертных исследований, да, то есть не проектно, а экспертных исследований. То есть, все факторы, в том числе факторы нелинейности, должны быть адекватно отражены в этих моделях. Ну, это одна сторона дела. Да, мы, как бы, сказали, что это возможно, но вот давайте посмотрим, а как себя этот узел везет с позиции И шарнирного, так сказать, крепления, на котором настаивали, ну, не хочу сказать, что до последнего, но первое время настаивали проектировщики. Ну, здесь это напряжение в сварных соединениях, да, вот, давайте посмотрим. Вот этот график. В этом графике показана угловая жесткость этого узла, в зависимости от момента, который передается на него от, естественно, от изгибаемой оболочки, да, а помним, там 50 сантиметров мог быть изгиб, опробим 50 сантиметров. Мы видим, что при начальных моментах, ну, как бы, в первые моменты, да, ну, скажем, от собственного веса, там, еще до максимальных снеговых нагрузок, он ведет себя как жесткий, то есть, никакого шарнира нет, то есть, большая жесткость. Потом на фоне развития пластических, там, показанных, деформаций, да, жесткость его угловая начинает падать. И он переходит в разряд шарнира только при огромном моменте, огромном для этого блюмсе, я имею при моменте более 10 тонн на метр. Причем, это для 16-миллиметрового блюмса. Если мы возьмем 25, то этот график сместится вот сюда. То есть, он будет вести себя как жесткий, ну, или как упругая заделка при существенно больших моментах. И передавать этот момент на блюмс, да, то есть, вот на этот вот, такой, на эту призму, да, стальную. Ну, здесь показаны дальнейшие исследования. Я, повторяю, наверное, не буду иметь возможности подробно об этом сказать. Но пришли мы к тому, собственно говоря, да, что вот то, что нам показали металлографические исследования, мы получили и в результате наших расчетных исследований, да, что, значит, в зависимости от начальных, там, значит, погрешностей или начальных трещин, а металлографы нам также показали, что вот тот сплав, который использован был в этом блюсе, он склонен к холодному трещинообразованию, да, что вот здесь как раз могла зародиться и потом развиться вот эта усталостная трещина, да, на фоне тех больших растягивающих напряжений при передаче момента, которые на этой плоскости происходят. То есть, вот механизм был описан и расчетно подтвержден. Ну, в случае, когда блюмс, ну, видите, тут даже не 25, а 22 миллиметра, когда блюмс больше, как бы влияние этих факторов еще более серьезно, да, еще более серьезно, то есть, как бы отступление этого узла от проектного шарнирного, так сказать, положения, при котором не передается момент от оболочки на... Если был бы шарнир, мы увидим там, там был бы, это не единственный механизм опасный, да, мы рассматриваем верхний узел, да, там был бы другой механизм, который, ну, и так был, да, но вот этот механизм не был, да, безусловно, здесь бы разрушились вот эти зоны, да, при каких-то нагрузках, и, по сути, я не сторонник отнюдь этого дела, но, тем не менее, авторы проекта это предусмотрели, просто вот эта оболочка лежала бы, да, на этом блюмсе, да, то есть, не передавая моменты. Почему это не было зафиксировано при этом, да, ну, как-то там от перемещений, ну, на мой взгляд, это ошибочное тоже конструктивное решение, но формально, с расчетной точки зрения, оно было бы возможно, да, но оно не реализовалось, да, то есть, оно реализовалось только через разрушение, да, как мы видим, причем разрушение блюмса не вот в этой зоне, а в этой, по телу, да, на что, конечно, авторы проекта от них не рассчитывали. Нижний узел, опять же, попытки уложиться во время, нам осталось всего менее 40 минут, вот, я опущу подробности, вот, вы видите, модель нижнего узла, здесь тоже не все в шоколаде оказалось, да, отнюдь. Сдвигающие усилия, которые там возникают, особенно в связевых блоках, мы видели, что связевые блоки решены неправильно, то есть, там связи вот не сюда приходят, не вниз, да, а вот приходят существенно выше, там возникает существенные в этих связевых блоках сдвигающие усилия, и вот наши расчеты показали, и, кстати, Натура тоже это показала для радикал, что вот эти, вот эти вот бруски, которые приварены на эти флангами швая, могли просто сдвигаться, да, могли просто сдвигаться, и, повторяю, такие излишки тоже были там. Но, по счастью, выниматься отсюда она не могла, да, вот этого не было, хотя авторами проекта этого не было никак предусмотрено. Устойчивость колонны, как колонны, да, как колонны, уже не узлов. Тут тоже история почти детективная, то есть, мы, когда начали заниматься этим расчетом, мы видели, кстати говоря, это было практически во всех заключениях экспертов по московской экспертизе, да, вот трех организаций, да, естественно, первое, что смотрели, ну, или там, одно из первых, это устойчивость колонны, да, ну, вдруг там колонна сложится, и тогда больше говорить не о чем. Ну, как смотрели эту устойчивость? Ее смотрели по элеру, так называемый, да, то есть, это просто сжатый, ну, или там, нецентренно сжатый стержень с эффективными характеристиками, да, то есть, площадь, там, момент инерции и так далее. И там получалось, ну, у всех практически, у авторов проекта-то получилось, ну, двукратный запас по устойчивости, да, ну, все хорошо. Все хорошо. И московская экспертиза тоже говорила, что все хорошо. И мы сначала, когда, ну, там, по-быстрому все это делали, экспресс, у нас тоже все хорошо. Поэтому мы этот вопрос, как бы, задвинули, то есть, ну, голова у нас об этом не болела. Но из головы не выходила вот эта картинка, да, вот этой колонны, вот. Взрывотехнической экспертизы и наши расчеты показали, что никакого там взрыва быть не могло, которое привело бы к такому, и там снаряда тоже, ничего такого, никаких отскоков не обнаружено. То есть, не выходила из главы у нас эта идея, да. А тут еще, я не помню, что мимо нас пробегала, какая-то работа, где, может быть, даже уже научного такого плана исследовательского, где мы вот как бы смотрели устойчивость различных оболочек, да, и различных колонн, и тут как бы настюкнуло, да. А скоб перепугу, и кто сказал, что эту задачу надо решать в такой эллеровой постановке, да, как стержень, да, как сплошной стержень, который вот под воздействием сжимающей силы, там порядка 80 тонн, да. Тем более, что, тем более, что вот эти вот распорки, да, вот видите, вот эти распорки, да, когда мы посмотрели по результатам наших расчетов, а, кстати, расчеты кончали, тоже показывали, ну, чуть меньшие, но похожие цифры, они же находились в условиях сильнейшего растяжения. То есть, растяжение в этих распорках при деформировании, даже без учета ползучести оболочки, да, порядка 40 тонн, ну, у нас 48 получалось. То есть, получалось, что в этой зоне она еще, так сказать, пыталась оболизовать это сечение, да, вот сечение колонны, тонкостенной, 8 миллиметров, не забываем. Ну, и мы сделали то, что мы умеем делать, да, мы взяли и задали эту колонну как оболочку, оболоченными элементами, вместе с распорками, которыми приложили растягивающую силу 40 тонн, да, естественно, с учетом пластической деформации, если и когда такие могут здесь произойти в металле, и получили удивительную картину, в которой получалось бы, отвечая на ваши вопросы, в случае, если бы верхний узел был решен еще по-другому. Этого не получалось бы только в том случае, если бы был залит бетон внутри, да, тогда этого не было бы, конечно же, да. То есть, это как бы прямое следствие тонкостенности и гибкости этой конструкции, да. Мы получили картину потери устойчивости при нагрузках меньше расчетных, ну, с учетом снега, разумеется. Меньше расчетных, вот здесь вы видите, там порядка 0,93-0,95. Причем форма потери устойчивости, ну, если об этом случае можно так сказать, мы говорим при других случаях, трогательно совпадает вот с этим вот, значит, тем самым, что мы видели, да. То есть, прямо вот такая складка, да, которая ведет сюда. В тот момент, в те времена, вернее, это был 2004, ну, начало 2005 года, мы не были еще столь изощрены вот в таких глубоко нелинейных расчетах, глубоко нелинейных расчетах. То есть, мы вот провели эти расчеты, увидели эту картину, ответили на вопрос. Потом ряд наших сотрудников, в том числе моих аспирантов, занимались этой темой уже, так сказать, на протяжении последующих лет, уже существенно после завершения экспертизы. Ну, вот один из них, наиболее продвинутый, занимался в частности прямо-таки трансфальдпарком, уже спустя там где-то 7-8 лет, да, занимался в своей диссертации и доводил это покрытие прямо до земли, да, настолько нелинейный. Ну, естественно, эту задачу решал. Решал уже в такой серьезной, за критической стадии, то есть, когда она не просто согнулась, а и перегнулась вот так, да. И надо сказать, что мы получили ровно ту картину, вот ровно ту картину обрушения, которая вот есть прямо, так сказать, до земли, да. И вот этот фактор, ну, я забегаю немножко вперед, но тем не менее скажу, фактор устойчивости этой оболочки, да, я его считаю здесь основным. Несмотря вот на плохой верхний узел, на плохой нижний узел, да, но вот этот фактор, да, он как бы такой, ну, как бы наружу, да, так сказать, вот, это просто обычная классическая теория устойчивости. Но только в оболоченной линейной постановке, а не в стержневой. То есть, авторы проекта, ну, и вслед за ними, прямо скажем, эксперты, да, ошиблись здесь, да, то есть, они решали эту задачу в неправильной постановке, да. Если бы они учли фактор оболизации сечения за счет вот этих 40 тонн вытягивающих, да, и фактор работает как оболоченного узла, они получили бы ровно то, что получили мы. То есть, вот мы видим, что верхний узел, источник разрушения, нижний узел, источник разрушения, и сама оболочка под, оболочка колонной под воздействием сжимающих усилий, вот, ну, там моменты еще есть, да, мы помним, да, но даже сжимающих усилий от оболочки покрытия и растягивающих усилий от распорок, да, это потеря устойчивости при нагрузках меньше расчетных, да. То есть, это еще один и, наверное, остолополагающий фактор обрушения. Естественно, работа шла и дальше, мы, так сказать, рассматривали целый ряд других гипотез, ну, в частности, здесь вот показано, значит, как ведут себя опорный контур с арматурой, это в трехмерной постановке мы решали задачи, ну, и целый ряд других. Я сейчас об этом не буду. По-видимому, я могу сказать, я скажу это, да, что вот из этого, из этой экспертизы было сделано несколько выводов. Ну, разумеется, мы выпустили это экспертное заключение, разумеется, на основании этого экспертного заключения были сделаны выводы следствия, ну, вы наверняка об этом спросите. Собственно, они свелись к таким вещам, что, ну, три как бы составные части, да, вот по нашему, по результатам нашей экспертизы были. Вот, первое, какие, значит, ведущие причины, да, основные причины обрушения, вот они здесь обозначены, две группы ведущие были, да, это опорный контур, то есть верхний и нижний узел устойчивости, устойчивость колонны, любого из этих факторов, любого, да, тем более в их комбинациях, хватило бы, чтобы это упало, да, потому что стоило, это понятно, стоило колонне согнуться вот так, да, ну, или разрушиться по блюмсу, да, так вот, значит, вместо 12 метров между колоннами, да, которые держат контур, возникает сразу 24, вот вам и магистральная трещина, помните, да, магистральная трещина, то есть все, больше ничего не надо. Мы рассматриваем фактор и дальнейшие исследования, вот, моих аспирантов, в частности, это подтвердили, этот фактор как ведущий, то есть, вот, как бы, недостаточная жесткость и прочность, устойчивость опорного контура. Могло ли инициирующим быть потерю устойчивости оболочки, да? Мы, так сказать, об этом написали, как один, как второй фактор, да, то есть податливость оболочки и, как бы, устойчивость оболочки, особенно вот в зоне нулевой тревизны, но дальнейшие наши исследования подтвердили все-таки нашу правоту в том, что, так сказать, ну, как бы основной или первоначальным являлась именно потеря несущей способности опорным контуром, да, а уже потом пошла оболочка за этим. Ну, тогда мы таким не располагали данными, поэтому мы и тот, и другой фактор. Ну, то и другое позволило нам сделать вывод о том, что на вопрос, кто виноват, да, ну, такой вот вопрос, мы ответили, что, конечно, виноват ошибки проектирования, да, и если говорить о виновных, ну, это, как бы, повторяю, не мы там назначали виновных, кто к этому приложил руку, то это двое, два коллектива, это коллектив проектировщиков, да, кто, собственно, защитную оболочку делал, проектировал, и, конечно, Мосгосэкспертиза. То есть мы считали, что вот то, что она таким образом не критично к этому отнеслась и пропустила, причем такое существенное нарушение, да, задним числом, да, уже построенную оболочку, да, и без достаточного на то, так сказать, расчетно-теоретического обоснования, безусловно, экспертиза. То есть, собственно говоря, следствие потом и рассматривает их как двух виновных, ну, то есть предъявило им, значит, обвинение, да. Ну и, может быть, не менее, а более важным, ну, я так рассматриваю это более, как более важное, в контексте дальнейшего развития и выводов на извлечение уроков из этой экспертизы, были те выводы, которые мы сделали на, так сказать, недопущение впредь вот подобных вещей, да. Некоторые из них были реализованы, причем некоторые реализованы по сути, некоторые, к сожалению, больше по форме. Ну, о чем я тут говорю, наверное, вы это знаете, я об этом говорил в прошлый раз. Ну, значит, первое, или там по счету, не по значению, не важно. Это вот требование к уникальным зданиям и сооружениям расчета по двум независимым моделям в разных программных комплексах с обязательным сопоставлением результатов, да. И только на этом основании делание, если результаты близки, делать вывод о том, как ведет себя система. Сегодня это требование является обязательным, ну, по крайней мере, для всех уникальных зданий и сооружений. Вот. И я должен сказать, не просто как наблюдатель, а как участник этого процесса с обеих сторон, и со стороны экспертизы, со стороны расчетчиков, что это требование соблюдается неукоснительно, да. Неукоснительно. Я не хочу сказать, что здания не падают последние 10 лет только именно поэтому, да, или там только поэтому. Но это важный фактор, какой-то своеобразный барьер по недопущению ошибок проектирования, которая вот была допущена в Трансвальпарке. А второе, это мониторинг, да, мониторинг здесь не был осуществлен. Хотя он был предусмотрен, он был предусмотрен, но я уже сказал, что на этапе распалубки, там стояли приборы, которые имели прогибы, да, после распалубки, но строители потом их смели, потому что должна была быть разработана и утверждена система мониторинга, она не была утверждена. Ну и, собственно, строители это смели. Если бы они не смели, они бы эти 50 сантиметров увидели, да. Кстати, их увидели, их увидели люди, которые, ну, человек, мы случайно на него вышли, или он на наш, я не помню, который к тому времени уже жил в Воронеже, вот. Он к нам пришел и сказал, что он своими домороченными средствами этот прогиб проверял, потому что он как бы видел, что там не так, как было после распалубки. И он примерно к таким же цифрам пришел, порядка 50 сантиметров. Но, повторяю, это было, к сожалению, после всего уже, что произошло. Итак, мониторинг. Почему я говорю о мониторинге, как говорил в прошлый раз, в несколько сослагательном накладении, что да, сегодня он является обязательным разделом при проектировании уникальных объектов, то есть разработка системы мониторинга инженерных конструкций, так называемый СМИК, на стадии проектирования делается и требуется обеспечение при возведении и эксплуатации зданий и сооружений. Но, сегодня эта схема, эта система является крайне монополизирована МЧСом. Есть буквально две организации, которые этим занимаются, никого не подпускают. Никого не подпускают. И все их проекты, либо пылятся, они проходят экспертизу, получают деньги, либо пылятся на полках экспертизы, либо реализуются на объектах в виде неких таких урезано-ублюдочных систем, которые ничего не показывают с точки зрения безопасности. Это касается и высоток, и олимпийских объектов, и, к сожалению, строящихся сейчас стадионах чемпионата мира. Мы, имеющимися у нас законными средствами, пытаемся эту систему сломать. В основном, сила интеллекта, сила убеждения. Если нам удалось убедить, я считаю, прокуратуру, почему мы не можем убедить сейчас некие надзорные экспертные органы. Надеюсь, что это тоже изменится, потому что без реального мониторинга это опасно. Мы же понимаем, что проект – это одно, проект – это одно то, что проходит экспертизу, в том числе главгос, а то, что построено – это другое, и она может жить другой жизнью. Итак, мониторинг – это второе требование, которое формально сейчас реализовано, фактически, к сожалению, нет. Третье и основное – это человеческий фактор, то есть квалификация тех самых расчетчиков, проектировщиков, исследователей, которые эти уникальные объекты должны проектировать и сопровождать потом. На момент, когда этим занимались коллектив авторов проекта, эта квалификация была недостаточной. Мы это выявили, собственно, выводы экспертизы об этом говорили. Но откуда их взять? Их не было на тот момент в России. И мы сказали об этом открыто, четко и громко, что надо готовить вот это поколение, поколение проектировщиков и исследователей, которые позволят безошибочно строить и эксплуатировать такие объекты. Мы это сказали, увидели, что нас услышали, но никто ничего не сделал. Поэтому, вот, отчасти поэтому, в МГСУ нами был создан совместно с МГСУ такой научно-образовательный центр компьютерного моделирования, да, уникальных зданий, сооружений, комплексов, которые уже 8 лет существуют. И где мы растим ту самую творческую молодежь, защищаем ее, там, кандидатские, в Тарантуру уже некоторые идут, молодые люди. И вот у этих молодых людей уже сейчас опыт проектирования, ну, прежде всего, расчетного обоснования таких объектов, больше, чем у ряда маститых людей, которым там под 60 и за 60. Это реальные объекты. Итак, человеческий фактор квалификации. Причем, эти научно-образовательные центры теперь уже не только в Москве, не только в МГСУ, с нашей помощью, там, при нашей теоретической и идейной поддержке, они созданы в Новосибирском архитектурно-строительном университете, в Томском архитектурно-строительном университете, в Нижегородском архитектурно-строительном университете, и вот сейчас создается в Дальневосточном федеральном университете, тоже, да, на острове и русском. Вот, поэтому, вот тут, я думаю, вот в этой сфере, мой основной исторический оптимизм лежит, что мы оставим после себя, и то, что сможет в дальнейшем эти уникальные объекты сопровождать, в смысле расчетного обоснования, на всех значимых этапах жизненного цикла, не обязательно доводя их до обрушения. Вы спросите, на этом ли только закончился наш опыт экспертизы. Я говорил и показывал, что нет, не только на этом. Спустя два года в 23 февраля обрушился басманный рынок. Мы были там главными экспертами, но это было понятно. Нас уже пригласила сама прокуратура. Целевым образом мы шли ровно тем путем алгоритмическим, который я показывал здесь, Летрансвальд-парк. Уже он был такой проторенный, опробированный нами и доказал свою работоспособность и жизненность. Провели мы эту экспертизу тоже достаточно долго. получили результаты. О них, к сожалению, не могу рассказывать, потому что до сих пор следствие не закончено. По ряду других причин. Меня часто спрашивают, применительно к Трансвальд-парку, хотя это уже не имеет такого большого значения. Тем более, буквально в прошлом году, летом прошлого года, из жизни ушли практически одновременно. Инодар Вахтанович Кончелия и Алмазов Владимир Аганезович, который был его большим критиком и одногруппником. Как ни странно, они учились в одной группе в МИСИ, но давным-давно. Что было, почему там никто не был осужден. Много таких разговоров, в том числе адвокат Трунов об этом много писал, что скамья подсудимых должна была быть забита обвиняемыми. Я сказал и подтверждаю, что кто был против кого были выдвинуты обвинения. Не скрою, было определенное давление на меня. Особенно, чтобы сняли обвинения. Я поменял свою точку зрения в отношении московской экспертизы. Я сказал, что я могу ее поменять только в том случае, если одновременно поменять точку зрения насчет проектировщиков. Потому что они идут в одной связке. Но, повторяю, давление было сильное с разных сторон. Когда дело дошло, или там должно было уже выходить в суд, то произошли два события. Не сразу. Видно, была большая работа проведена, в том числе адвокатами. И то, и с другой сторон. Нодар Вахтанович Кончелли написал прошение о помиловании. А в то время, значит, люди там больше 60 лет, имеющие большие заслуги перед Россией, значит, ну и Советским Союзом могли такое прошение написать, да. Он написал, и, не помню, Верховный суд или какой-то другой, он принял решение о его помиловании, как это официально звучит на юридическом лице, о помиловании по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, понятно, то есть, его помиловали не потому, что он невиновен, а потому, что он имел заслуги. Ну и своим прошением о помиловании признал, да, по сути, признал то, что он виновен в этом деле. То есть, он как бы не стал в суде отстаивать свою невиновность. Ну, я повторяю, вот, быть может, это было его решение, решение адвокатов, но к делу это уже не имеет такого серьезного отношения. Воронин, который сейчас является директором негосударственной экспертизы московской, ну, одной из организаций уже негосударственной экспертизы, и которого, конечно, защищали практически всеми силами московского правительства, потому что это структура московского правительства. Вот, ну, был оправдан, как бы, как не имеющий прямого отношения к этому делу, да. Ну, я с этим не согласен. Да, я с этим не согласен. Вот, ну, тем не менее, я надеюсь, что урок, урок, о котором я рассказывал, да, ну, надеюсь, и, как бы, ряд, так сказать, последующих это показывает, был все-таки усвоен, да, усвоен прежде всего профессиональным сообществом. Наверное, в меньшей степени административно-бюрократическим аппаратом, но профессиональным сообществом точно, да, потому что, вот, я вам рассказывал о, в том числе, о процедуре верификации программных средств в системе, это тоже следствие вот этого, да, то есть мы поняли, что надо, так сказать, неформально подходить к оценке программных средств, да, то есть надо понимать, на что она претендует, с какой точностью она решает, и в каких случаях какие программные средства выбирать. Не обязательно на этапе экспертизы обрушения, но на всех этапах жизненного цикла, включая и прежде всего стадию проектирования, да. То есть вот мы этим путем идем, этим путем идем, и профессиональное сообщество, ну, все-таки как-то обледет ситуацию, да, чтобы не было вот выхода в такую запредельную, так сказать, недопустимую область. Вот, коллеги, поделился с вами своим опытом, некоторыми воспоминаниями, но, разумеется, это очень краткая их часть. Несколько более подробно это можно увидеть в той книге, которую я вам показывал на прошлом занятии, вот, которая вышла к 25-летнему юбилею Новоследственного центра стадио, там есть отдельная, одна из статей, да. Ну, есть и исторические зарисовки, конечно же, такие более билетаристического свойства, есть и научная, во втором томе научная статья, посвященная как опыту экспертиз, так сказать, ну, всех объектов, так и конкретному, так сказать, конкретной экспертизе причин обрушения транспорт парка. Ну, уже в такой более научно-технической конве изложенной. Ну, на этом я хотел бы повествовательную свою часть закончить сегодняшнего занятия. Готов выслушать ваши вопросы, как, так сказать, из этого зала, но здесь у нас такой наиболее, я бы сказал, активный слушатель, да, так и, может быть, вот по чату, если вы там зададите какие-то вопросы, я постараюсь их увидеть и на них ответить. Ну, пока спасибо за внимание. Надеюсь, что я был вам полезен. Все, тогда, если в течение ближайших пару минут я не увижу на чате, то спасибо еще раз за внимание. Вот. Я надеюсь, что когда-нибудь и где-нибудь то, что я рассказал, будет вам полезно. Всего доброго.